У меня там дом, у меня любимая работа, у меня там все свое, родная земля, я маму, которая тоже сейчас там. Если бы подняли наших родителей и сказали, что будет война, и с кем? Моя Украина и ни на кого не нападали, да на нас бы напали. И вы после этого хотите, чтобы вас здесь люди приняли? Я говорю, ты как будешь спать? С автоматом? И те нас не пожалели, и те нас не пожалели. Но это вы пришли, и поэтому из нас делали живой щит. Тысячи людей кипнут, семьями остаются без ничего, один на один с войной. Ты ничего не можешь сделать. Бегают по двору солдатики с автоматиками и творят, что хотят. Она в руках держала младшего сына, которому было год и два месяца, его вынесли, а его не видно от ее крови. Я хочу, чтобы они жили, просто жили. Найдите. И внук воюет, и племянники воюют. Ну всех мужчин позабрали, всех. Никого не осталось. Про иностранных наемников, которые там находятся, порядка 20-20 человек. Было страшно то, что дети подходили, всеми спрашивали. А папа жив? Мама, как ты думаешь? О чем думаю? Как бы вернуться в Донецк? Как бы увидеться с дочками, с внучками, с правнуками. У них детей много. А мне уже 86. 76. Я себя здесь вообще не чувствую. Меня здесь нет. Я как будто призрак. Я правда не знаю, что будет дальше. Я не могу понять, как мы будем договариваться. Я не могу понять, как мы будем общаться. Потому что помимо того, что нас бомбят с неба, нас очень сильно бомбят и в интернете, такое чувство, что по стране пустили газонокосилку. Такую огромную, мощную, которая перебивает в первую очередь мирное население. Когда ты видишь абсолютно полностью стертые с лица города, ты звонишь там или пишешь кому-то в Россию, все это показываешь, все это рассказываешь, и тебя и там бомбят. Люди на той стороне либо отказываются в это верить, либо говорят тебе, где ты был 8 лет. И в этот момент, конечно, это очень сильный вопрос. Потому что в этот момент тебе как будто вынесли на том конце приговор. И вот на том конце сидит какой-то солдат, наводит на тебя ружье, говорит, в связи с тем, что у меня нет информации о том, что лично вы что-то делали эти 8 лет, вы приговариваетесь к расстрелу и стреляют в тебя. Только не пулей, а вот этим вопросом. Где ты был 8 лет? У вас есть ответ на этот вопрос? А вы знаете, это такой вопрос коварный, это такая мощная манипуляция. Катя, где вы были 8 лет, когда умирали от голода дитяврики? Приятного аппетита, Катя. Все эти 8 лет я была в Донецком, я туда ездила, я проводила время со своими родными. Что я могла на протяжении этих 8 лет? Мне надо было брать в руки автомат и идти кого-то убивать. Ну вот сейчас взяли в руки автомат люди, и тут друг друга убивают. Вы видите в этом плюс? Вы видите в этом решение вопроса? Самый страшный день. Это было 8 марта. Они бомбили всю ночь. Они бомбили все утро. А у нас дом так стоит немножечко поодаль от Варшавской трассы. И напротив был большой частный дом. И так как у меня дверь открытая, постоянно это все варю для всех, потому что могла только у меня. Подъезжает танк к этому дому напротив. Сколько там метров-то от моего окна? Ну метров 5, наверное, 6. Останавливается и начинает вот этой верхней частью танка кружить. И прям мне воп. И смотрит стоит этот танкист. И я стою как завороженная. Потом они разворачиваются и начинают бомбить эти ворота, этот забор. То есть дома напротив? Дом напротив, да. Разбомбили напрочь, он упал, убили собаку и уехали. А люди там были? Людей не было в тот момент. Люди подъехали минут 20 спустя. И они были в шоке. Они не понимают, что произошло, лежит собака. И они вернулись, тут же вернулись. Они выбежали все какие-то маленькие такие, низкорослые все. И забежали в дом. Они все это подпалили. Они спалили этот дом. Люди туда зашли. Мне говорили, была у него еще мама. Там еще кто-то. В общем, я их больше не видела никогда. Они это все спалили. Все это горит ярким пламенем. Повернулись и уехали. Но минут 15 спустя они приехали снова. И начали грузить все, что у него было в гараже. Какие-то мешки выносили. А у нас на территории перед домом много сосен. А я все стою и смотрю, как завороженная. То есть даже как-то так вот что-то вытираю. Ну, на автомате. И вдоль сосны стоит девушка. Она вот так вот вытянулась. И я ее не увидела. Она стоит вдоль сосны. Вот с такими глазами. Я говорю, иди сюда. Она забежала, плачет. Говорит, там мой муж с другом. Они туда побежали. И где они теперь? Мы зашли с ней в квартиру. И стоим наблюдаем. И она говорит, с праздником. Она мне говорит, то есть полмарта же села. Мы с ней выпили еще винца. И она побежала. Только она убежала, прибегает какой-то молодой человек лет сорока. Плачет. Зубы у него стучат. И бежит. Там стреляют. Автоматная очередь. Можно? Я говорю, заходи. Он зашел, сел. И сидит, ну, взрослый такой, да, товарищ. И он, в общем, наделал штаны. Так испугался. А там, да, они бежали с автоматами. Понимаешь, у меня было такое ощущение, что это вообще не со мной. Это было так ужасно, что до меня не доходило. Бывает, я вообще даже спать не могу. Как нахлынет что-нибудь. Вспоминаю, как мы жили, как мы там гуляли, как мы работали. И вот все, вот слезы, слезы. Очень часто снится, что мир, ну, вот, что вот все хорошо. Вот хочется вот так вот проснуться. И чтобы это все было, как вот, в страшном сне. Чтобы, вот, это просто был сон, и этого ничего не было. Что он снится? Дом горит. Дом, стою, смотрю, и горит дом. Перед тем, как уехать, мне снилось. Сижу в какой-то комнате, и гроб. И в гробу кровь. И вот так бурлит кровь. И до того кричит, до того кричит, душу разрывает. И вот так бурлит, бурлит вот эта кровь в гробу. Много крови. Я просыпаюсь, и все, ни один сон не запоминала, а этот сон запомнила. Почему-то мне в эти дни снились какие-то сны очень красивые. Что-то такое вот, ну... И я просыпалась, думаю, боже мой, да. И опять бьют, опять бьют. И летит этот самолет, мы слышим гул этих истребителей. Первая мысль, с которой я просыпалась, да блин, зачем я проснулась и опять это слышать. Не снятся сны. Ты проваливаешься в какое-то... Около двух часов ночи, наверное. Так же резко просыпаешься. Так на протяжении всего времени. Выспаться невозможно. Такое ощущение, что я не сплю просто. Вот я закрыла глаза и открыла. Ну, нет чувства, что ты защищен. Что вот все в порядке. Да, здесь тихо и спокойно, здесь хорошо. И... Но это чувство, вот оно пока не покидает, не оставляет, что где-то что-то может взорваться. Последний был сон у меня, такой яркий, который я помню сейчас. Я еще не знала новость о своих собаках. Ничего не знали о мужчинах, о том, что происходит. И я проснулась утром, я четко помню этот сон, что я вижу своих собак, но они другие, они очень тонкие, какие-то светлые. И я поняла, что их нет в живых. Две собаки, овчарки. Сначала снились кошмары. Постоянно вот эти взрывы. То самолеты летят, то беспилотники над головой. Ну, то, что днем видишь, то и снится ночью. А потом вообще сейчас ничего не снится. Ну, и слава Богу. Знаете, когда были обстрелы, мне снился какой-то сон непонятный. Будто бы я сижу в подвале и какого-то беса, какой-то лазить там попадал, умоляю, чтобы он отдал приказ не обстреливать детей. А он мне вот смеялся. И такое у меня было три дня. И после этих снов обстрелы были еще жестче почему-то. Потом этот сон как-то прекратился. И вот когда у нас квартиру сложило пополам, мне этот сон опять приснился. Я его прошу, там, не надо обстреливать, хорош, прекращай. Он вроде с ним соглашается. Это, как сейчас, по-моему, было 10 марта. У него 10 марта подъезд сложился полностью. Вот такой вот снился. А сейчас чего? Сейчас ничего не снится. Просто сплюешься. Ну, наверное, нужно отойти психологически, прежде всего. Там есть люди, которые... Вот смотришь, взрослый мужик, здоровый, идет по улице, плачет. Маму возле подъезда, он хочет ее похоронить, люди не дают. Зачем? Иди где-то на другое место ее хоронят. Ну, такое. Похоронил. Идешь дальше, смотришь, несут человека, закапывают во дворе детского садика. Выходишь со двора на дорогу, смотришь, лежит человек без головы, без ног, кто такой. Ну, и постепенно-постепенно к этому привыкаешь. Идешь, как будто видишь деревья там, живых людей. А когда на фильтрации меня спросил полицейский, ты видел трупы? Я говорю, видел. Я, говорит, тоже видел, но желательно, чтобы этого не говорило. Я говорю, я тебя понял. Фильтрацию мы прошли в самом уже селе Володарское. Сидит офицер, он или психолог, или не психолог, не знаю, разведчик. Задаете определенные вопросы, где-то провокационные, где-то нет. Ты на них отвечаешь, тебя фотографируют, отпечатки пальцев. Ты раздеваешься, смотрят на предмет татуировок. А ребята ж молодые, любят татуировочки сделать. И многих ребят за татуировок там держали подолгу. Поэтому попробуй потом расскажи солдату, откуда ты взял татуировку. Я даже побоял, думаю, увидел что-нибудь. Ну, Жданов написано. В Мариуполе, раз Жданов он назывался. В армии наколол. Думаю, я всяк скрыл еще, думаю, хоть бы не увидели. Что самое красивое в Мариуполе? Наверное, наш парк, который назывался «Васселка», на левом берегу, то что у нас. Я там после часа гуляла, поэтому он никак больше не понял. Ну и море. Ну, жили возле моря. Слушайте, а вот если человек делает татуировку с названием своего города, значит, вы любите Мариуполь? Конечно, люблю. Но его уже просто нет, практически. Где-то процентов на 70 он стер с лица земли. То, что показывают по телевизору, это показывают более-менее целые фасады. С другой стороны, там ничего нет. Просто как будто, не знаю, бульдозером проехали, что ли там. Исходя из тех сил… Даже вижу дом моих друзей, дома нет. И с ними связи нет, они на связь не выходят. По вайберу гудок идет, может, с живой гудок идет, знаю. Может, где-то успели эвакуироваться, как-то там спастись. Мариуполь у нас очень красивый город. Особенно, ну, вот, последние года там и парки построили нам, много фонтанов было, много инфраструктуры всякое было, ну, и работа у нас была. В основном у нас люди работали на заводах. Два больших гиганта завода. А застали Ильича. Самое красивое – это там, где мы жили, это был парк «Васылка». Его как раз, ну, пару лет назад отстроили, капитально сделали именно ремонт и очень много высадили цветов. Сейчас очень жалко, что нас там нет, там очень красиво цветут. Я думаю, что цветут. Я их видела. Там же не то, что вот так вот снаряды падали именно каждые полметра. Что самое красивое в Харькове? У меня есть любимое дерево. Это каскад, он находится возле магазина Покровского, это центр города, Благовещенская церковь. И там есть яблоня, я не знаю ее сорт, но которая цветет красными цветками. И это любимое место, это самое красивое дерево. У меня есть его фотография в телефоне, я переношу его, держу в операционной памяти это фото. Что самое красивое в Харькове? Да весь город красивый. Много дорог, много фонтанов, много площадок. Можно еще в дельфинарии сходить. Есть в Харькове дельфинарии? Да, да. А что самое красивое в Волновахе? Это когда леют, цветут каштаны. У нас очень зеленый город. Красивый. Для меня самая красивая, наверное, железнодорожная станция, потому что это моя стихия, я там работала. С кем? Бухгалтером в локомотивном депо. У нас все всегда приезжают, идут в парк кованых фигур. Там и знаки зодиака, и какие-то скульптуры на определенные темы, и любовь, и патриотический, и просто сейчас вот много там вот из снарядов, из осколков тоже кузнецы делают. Ну, это передать невозможно, это нужно посмотреть. Послушайте, Донбасс изначально это вообще индустриальная жемчужина Советского Союза. Экономически Донбасс сильно просел вот в первые годы независимости. Но потом, с каждым годом, жизнь постепенно налаживалась, 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 и в 2012 году мы принимали Евро 2012. И мы его встретили невероятно достойно. К этому моменту у нас был построен один из лучших стадионов Европы. На открытии этого стадиона выступала Бьонси. Вы там были? Видите, пассивная была тогда очень. Я не понимала, что жизнь, она вот, завтра может кончиться. И я думала, еще успеется, что Бьонси к нам в последний раз приезжает, что ли, на стадион. Мы были такие дончане, да. Красивый Донецк город? Был красивый, да. Миллион рос. Он занимал второе место после Чигака среди промышленных городов по красоте. Ну, мы уехали оттуда в 2012 году. Предложили в Киеве работу директором одной российской компании. Все так удачно. Продали все квартиры, дачу, машину, все. И купили в этой буче. Абсолютно случайно. И он такой был единственный дом. И у меня еще квартира на первом этаже и свой дворик. И все в Соснах и в Туях. А это правда, что в буче очень много было людей из Донецка? Да. Мы туда приехали в десять лет назад. Я там была единственная из Донецка. Там просто моя подружка строила дом. И она мне сказала, ну вот посмотри в буче. Там можно снять какую-то квартиру дешевую. Потом я поняла, что там Булгаков родился. У нас такой есть парк. Памятник Булгакову. А ты в Киеве всю жизнь живешь? Да. В Киеве последнего времени можно было говорить по-русски? На улице никто не запрещал. В магазине никто не запрещал. На работе на украинском отвечаю. Ну, если вот человек приходит и говорит по-русски, у него были бы проблемы? Нет. У вас дом под Киевом, да? Да. Это называется Вышеград. Небольшой футорок такой. Около тридцати километров от Киева. Вот до февраля было какое-то ощущение, что что-то может случиться? Какое-то было ощущение. Думали, что весна должна прийти. Хотелось выйти на улицу, уже смотреть, когда будут спускаться деревья, цветы, аисты прилетят. Думали, что это просто зима. Но ощущение было тяжелое. Какая-то безысходность иногда была. А что-то Вы обсуждали с мужем? Если что-то начнется, то что Вы будете делать? Будем оставаться дома до последнего. Нам некуда бежать, нас много. У нас три собаки, шиншилла, канарейки, мама. Четверо детей? Ну, старшая живет отдельно. Но двадцать третьего вечера мне позвонила дочь и сказала, что мама, мы уезжаем все. Я договорилась, есть дом на Западную Украину. Я говорю, нет, нет, это неправда, не может быть такого. Ну и целую ночь она мне звонила, говорит, мам, уже начали, уже бомбят. Я мужу говорю, ну вот, он говорит, ну нет. А потом я поверила в это. Да. Целую ночь плакала. Я только одно слово говорила. Я хочу, чтобы они жили. Просто жили. Найдите. Просто жили. Все. И утром мы начали всем звонить родственникам и говорить, вы должны к нам приехать из Киева, потому что там очень опасно. Ну, к нам не дойдут. В итоге у нас оказалось 25 человек в доме. Кто вы по профессии? Вообще тренер по борьбе, по греко-римской борьбе. Даже вот 21 февраля мы провели с коллегой последнюю тренировку. Нам звонят с Киева коллеги. Говорят, вас там еще не захватили? Мы так, вы шутите, что ли? Да нет, у нас информация, что якобы россияне уже полностью в Мариуполе орудуют. Я говорю, вы шутите? Я говорю, это все нормально. Вот, сняли тренировку, готовимся. 24 февраля мы даже с дочкой поехали в школу и привез. Ну, я и тренером работал, и учителем физкультуры совмещал. И только уже, когда ехали в школу, сообщение пришло, что началась война. Что в школу уже ехать не надо. Но мы все равно приехали. Я думаю, что за ерунда? Какая война? И только когда уже приехали в школу, услышали, что издалеке начались обстрелы на восточном, на левом берегу. Так явно было слышно. Я только тогда понял, что да, что-то действительно произошло. Но не война, может быть, там какой-то обстрел единичный, там мало ли что. Я до конца не мог поверить. Только ближе к вечеру, ближе к вечеру, уже когда включил телевизор, все события, да, я уже понял, что уже, как говорится, все серьезно. А у нас группа в телеграмме рабочая. Пришло сообщение, начальник написал, кондуктора во вторую смену на работу не выходят в связи с тем, что началась война. Вот так я узнала, что война началась. Еще я увидела бешеные очереди возле банкомата, люди стали деньги снимать. И очередь в магазин. Ну пойду-ка я, на всякий случай, схожу в магазин. Смотрю, зашла в Щерекум, мы там рядышком. А там, капец, десять касс и везде очереди. Ну, вот так вот. Никто не верил, что война начнется. Все думали, так, поговорят, на этом все закончится. Мы не думали, что такое начнется. Если мы проговаривали последние новости какие-то, соответственно, где мы будем? Да, мы будем уезжать на дачу, потому что в доме подвал. А дача где? В Макаровском районе. Из-за Колончины, Хутер, Вышеград. Там все готово, абсолютно выстроен дом, в который вкладывалось тепло. По профессии я вообще швачка, швея. Но я не работала по профессии. Я работала в детском саду, помощником воспитателя. Ну, ребенок часто болел. Устроилась Катя в садик, была ее нянечкой. Ну, а потом опять же Катя начала сильно часто болеть. Продлила декрет на отпуск. Ну, я собиралась выйти из декретного отпуска уже в апреле. Ну, не успела. Из-за войны. А как в Харьков война пришла? Молча просто взяла и пришла. 24-го в 5 утра меня разбудил муж. Я услышала, что нас бомбят. Я очень испугалась. Начала метаться, я не знала, что мне делать. Накануне 19-го числа у нас перебили водопровод. Ну, это мы уже как вот за 9 лет привыкли. Вроде бы как все нормально в очередной раз. Просто там у них на линии разграничения бои идут. Ну, такое у нас бывало. Отремонтируют. Оно все громче и громче. Начало становиться как в 2014-2015 году. Грады полетели. Ну, и 24-го числа утром мы встали. Уже, конечно, было очень громко. Мое утро начиналось я как заядлый работник. Я ишла в больницу за больничным листом. Я после больничного была. Мне еще мама с утра говорит, Ань, ну, вряд ли работает поликлиника. Говорю, ну, ты что, мне же завтра на работу. Какая война? Ну, не тут-то было. К обеду уже завезли последний хлеб по магазинам. Люди начали запасаться и оборудовать подвалы. Я, наверное, еще первые три ночи пыталась подниматься в квартире спать. Бежала так. Пряталась под лестничной, ну, под лестничной, как перекладина, или правильно сказать. Потому что, ну, очень страшно было. Я поднимаю трубку в Кангаджине. Война началась. Но я подумала, что, скорее всего, введены войска в ЛНР и ДНР. Начались сражения вот на тех вот участках. Я говорю, кого бомбят? Она говорит, а ты что, не слышишь? Нас прямо с тобой бомбят, говорит. Нас с тобой Гастомель бомбят. Говорит, окна открой. Бомбят Гастомель, бомбят Киев. Я подхожу к окну, а у меня в окно видна трасса. И вот вся трасса забита машинами из Киева и дичайшая пробка. Я такой пробки никогда не видела. И в этот момент меня просто стало трясти. Я не верила своим глазам, я не верила своим ушам. Я позвонила своей второй подруге и услышала, как она плачет по телефону. Он говорит, Женя, все бомбят. Чернигов бомбят. Белую церковь бомбят. Киев бомбят. Харьков бомбят. В каждом из этих городов у меня кто-то живет. В каждом из этих городов к этому моменту у меня были люди, которых я любила. И я вот стою, а у меня подружка говорит, у тебя полчаса надо собраться. Я за тобой заезжаю. Полчаса у тебя. Я начинаю собираться и в этот момент понимаю, что... А что? Что? Я иду в деревню. Ну, я подумала, хорошо, так они побомбят гастомель. Наверное, попугают. А потом, ну, все тут закончится и мы вернемся. Я собрала три пары штанов, потому что я ехала в деревню. Одела свои старые кроссовки. Ну, что ж там в деревне ходить в новых. Старое пальто. Я взяла документы, которые к этому моменту приготовила, как тревожный чемоданчик. Бутыль воды почему-то взяла. Вынесла мусор. Взрывы начались около пяти утра. Это разбудило всех. Саша в школу не пошла. Паша, муж, уехал на работу. Он доктор, хирург детский. Он не мог на нее работать. Я, помню, зашла в комнату к дочери. Посмотрела, как она сладко спит. Поняла, что, наверное, не буду ее будить. Потому что пока она спит, у нее продолжается счастливое детство. Ребенок спит. Нам нужно принимать какие-то действия. Я думаю, боже, вот это вот и война. По нашей версии, если что-то начнется, то главное выбраться из города. У нашей семьи есть загородный дом в Арпении. Это было тем безопасным местом, о котором мы думали. Приехал Паша с работы и сказал, что да, это полноценная война. Мы с Сашей были дома все время. И в бомбоубежище мы не ходили. Мы приняли решение, что мы ночуем дома и остаемся в квартире на четвертом этаже. После ужина мы решили уехать на дочь. С таким условием, что мы, по крайней мере, посмотрим, как там стоят дела. Если спокойно, то мы останемся с Сашей. А неспокойно, мы едем все в город Киев, либо останемся все вместе. В субботу утром взорвали стоянки мост. Соответственно, вернуться в город Киев мы уже не могли. Через какое-то время начали танки мимо нас проезжать, прям колонны танков. И начались воздушные тревоги. Мы постоянно бегали в паркинг, обратно. То есть бомбоубежище было в паркинге? Это был просто паркинг, парковка для автомобилей. Когда закрывали на ночь эти железные ворота, и ты просто не слышишь взрывов, это уже делает тебя более... По крайней мере, тебе кажется, что ты в более безопасном месте. Конечно, было холодно в паркинге. Это был февраль, да. И мы посидели сначала на стульчиках одну ночь, потом другую ночь. Мы договорились автомобиль, чтобы загнать, чтобы хоть как-то маму забрали к себе. И мой муж, видно, вообще на каких-то таких нервах, он оторвал дверь машины. Просто человек, который настолько хороший водитель. Он просто, видно, находился в состоянии аффекта. И он просто парковался, не закрыл дверь и вырвал ее просто с мяса. В первую неделю в город заезжали российские танки с буквы на борту. И были уличные бои. Я не знаю, зачем их туда отправляли, потому что Харьков — очень большой и сильный город. И два-три танка, ничего о них нет, никаких шансов проехать даже несколько километров. А это будут именно два-три танка Николова? Да, они небольшими группами зачем-то заезжали в город. Но это провоцировало уличные бои, поэтому перепщаться было очень опасно. Мы были дома, прятались. Муж в коридоре спал, я спала с Катей в ванной комнате. В убежище не ходили? Нет. Каждый раз бегать в метро 15-20 минут — это опасно. А прятаться в подвал мы не решались, потому что боялись, что если нас засыпят, то мы оттуда просто не выберемся. Мы прятались в ванной под двумя теплыми одеялами, спали в обуви, в одежде. Ну, на случай, если придется выпрыгивать с дома. Татя боялась? Очень боялась. Сейчас даже боится находиться сама в комнате. Если я ухожу в комнату другую, она идет со мной. За едой, за водой куда-то ходили? Я выходила. У нас рядом магазин. Мужа я держала дома. Почему мужа дома держали? Потому что боялась, что его заберут в армию. Я не хочу. Ну, лично я не хотела этого. У меня муж не трус. Я просто хочу, чтобы у ребенка была полноценная семья. Молодец, сыночка. Многие. Он у меня не служил, не воевал, у него нет опыта. Поэтому мне сказали, пока сиди дома. Один раз даже пообещали людям хлеб привезти. Я, естественно, тоже решила туда сходить. Я там постояла минут 15-20. Там очень много было людей. Я не скажу, человек стоит, наверное, точно. Ну, я простояла, подождала. Ну, не стала ждать дальше. Вот буквально через 10 минут в то место, там, где было большое скопление людей, ударил снаряд. А вы понимаете, кто бомбил? Конечно, понимаю. Можно говорить? Да, почему нет? Рашисты. Русские, да. Я не знаю, чем они бомбили. Я в этом ничего не смыслю, не понимаю. Ну, я ни на кого не нападала. То есть, ну, моя Украина и ни на кого не нападали. Да на нас б напали. Мой набор выживания был основан на рассказах бабушки. Я сложила документы, подушку, одеяло, консервы, фонарик, веревки. Почему-то веревки. Наверное, я собиралась как-то ими пользоваться. Аккумулятор. Подписались на несколько русских телеграм-каналов, потому что нам казалось, что, может быть, там мы поймем, что же они делают. И поняли, что российская армия планирует занять город и сделать это очень быстро. А так как мы находимся на окраине, и мы понимали, что украинская армия не сдаст город, то мы решили уехать моим родителям ближе к центру города. Завод Малышева. И возле этого завода было настоящее бомбоубежище. Еще, наверное, со времен Холодной войны вряд ли его строили прям во Вторую мировую. Ну, вообще, это место, где реально можно жить. Там хорошо устроена вентиляция, там два входа, там огромные помещения, в которых можно разместить спальные места. Там даже есть место для котла, чтобы это помещение отапливалось. Сколько людей там было? По-разному. Там было очень холодно. Оно никак не отапливается, и поэтому находиться там постоянно было непросто. Но ребенок мой спал только там, поэтому мы туда ходили. Наверное, первые несколько дней в бомбоубежище было посвящено тому, чтобы научиться по звуку выстрела различать это в нас или от нас. Вы теперь умеете. Когда летит нас, то трясется земля. А когда от нас, то хлопок только в воздухе. Громкий звук, но это только звук и нет дрожания земли. У нас такой дом, 16 квартир всего лишь дома. И 25-го все уже практически уехали. Осталась я на первом этаже, надо мной и еще две семьи. И мы, да, усидели, но пока еще был свет, была вода, был газ. Да, стреляли. И очень сильно. Потому что Гастомель 5 километров от моего дома вообще-то рядом. А потом, когда все это потихонечку отключили, газа нет, света нет, воды нет. Зима вообще, начал что-то падать снег. Вот, холодно. Потекли холодильники. Люди уехали внезапно, никто с собой ничего не взял. Были ключи у нас от тех квартир. И мы начали все это дело спасать, что могли. То есть разводили мангал во дворе. И водили, жарили, панили всю эту воду. А что не получалось? Кошки, собаки, очень много было брошенных таких породистых собак хороших. Они были счастливы. А сами что ели? То же самое. Я мясо долго не ела. Потом ни кролика, ни цыпленка. Ничего. Вот. Тогда уже в пальто, в шапочке, на полу, в прихожей на матрасе, чтобы я была защищена с двух сторон стенами. Потому что первый этаж. Это было, конечно, страшно. Там какие-то мужчины стояли на перекрестке. И идет русский солдат. Они стоят. Я вижу, он так присел на корточке, так курит и что-то им говорит. И он искал какую-то девушку и говорит, мне нужна улица. Он называл улицу, не знаю какую. Это какая улица? А у нас улица Шевченко. И мы говорим, это улица Шевченко. Он говорит, так моя фамилия Шевченко. Так что, мои предки были нацики? Ну, пошел. А что же вы ему руки не скрутили? Ну, мы спрашиваем. А он с автоматом. А куда мы его потом денем? У нас стал танк напротив двери. Прямо у нас с торца подвал был. Мы боялись просто, чтобы он не начал стрелять в подвал, как это оно отбывало. Уже в других районах. Вот это самое страшное, что мы выходили, мы просили мальчики уезжать отсюда. У нас очень много детей. Это какие были мальчики? Украина. У нас общежитие недалеко было. Там они базировались. Просто пытались как-то не конфликтовать, ничего не говорить, не накалять. Просто вот единственное. Мы просили, что отъезжайте отсюда. У нас много детей. Мы говорим, вы сейчас начнете стрелять отсюда. Обратка начнет лететь в дом. В дом. Сюда. Ну, нас снесут просто. Я услышала очень громкий взрыв. У нас недалеко от нас агробаза, поселок. Там была воинская часть. И там украинская система ПВО стояла. То есть ударили. Они же сразу 24-го били по всем воинским частям по всей Украине. И пошли сообщения от наших родственников с Восточного. Ударили в школу. Там 51-я школа. Попали в соседний дом. Мальчику оторвало руку четырехлетнему. Нужна кровь. Нужна помощь. Сирена была до 2-го числа. Пока еще было электричество. Потом, когда уже наступил вот этот полный капец со всем. Со светом, с водой и со всем остальным. В школе у нас были ВСОшники. Они общались как бы с нами так. Сигареты мужикам давали. Там были совершенно молоденькие пацаны, лет по 18 срочники. Там на них глянешь. Непонятно кто. Или он автомат, или автомат его тянет. Худесенький, малесенький. И наши там женщины начали с некоторыми там общались. С ВСОшниками. Та шо ты этот, переоденься ты в гражданское. Говорят, нет, я не могу. Я должен защищать вас. Ну вот так вот было. Сколько Синя? Синя три с половиной месяца. За неделю до войны взяли себе собачку. Ему был тогда месяц, когда мы его взяли. Он был совсем крошечный, маленький, послушный. Синя, ты воспитанная собака или как? Нет. А, ты не воспитанная собака? Конечно, ты в подвале все свое детство провел. Ой, да. Все время в подвале. И его там на руках носили 35 детей. Каждый день вот это вот на руках, с рук в руки, с рук в руки. Вот. Господи, какой пес. Ну мой вот прям вот так долго бы не сидел. А мы ехали 900 километров в машине. Он вот так вот лежа. И мы все время едем. Мы настолько стреляли, бахкали. И мы когда пришли в машину, он так выдохнул. И теперь мы как только в машину, он ложится и спит. Пледик у нас там. Я стелю на руки. И мы так и едем. Сколько мы будем ехать, он столько будет лежать. Не шелохнется. В кота превратился? Ну, как-то так. Скажи, я не кот. Я собака. Ну, такой я. Так классный. Он самый лучший в мире. Тайсон. Самый-самый. Еще и самый любимый. Вы пробовали уехать? Нет. Мой муж до последнего не хотел никуда уехать. Мы 24-го ночевали у подруги на строителе. Мы два дня побыли. Он мне говорит, не хочу. Пошли домой. Дом есть дом. С первого числа я ночевала в тамбуре. А муж на диване. Я не пойду. Я не хочу. Все. Никаких. Я заговоренный. Меня никто не тронет. Потом, когда совсем уже сильно начали бахкать, я говорю, пошли в подвал. Нет. И все. Я не пойду. Никуда он не хотел. Никуда мы не собирались. Муж у меня еще работал тогда. Вот. Он у меня работал в Азовстале. И когда у нас начались сирены, авиатревога воздушная. Вот. Муж на работе. Он звонит мне и говорит, Настя, садись, говорит, на машину и езжайте сюда в Азовсталь. Ну, завод Азовсталь тут, говорит, у нас есть хорошие бомбоубежища, ну, как бы все это. Я говорю, Саш, ну, как-то, говорю, как-то у меня то ли предчувствие какое-то. Ну, вот мы сейчас в кольце, говорю. Ну, если военные наши начнут ходить, они пойдут, ну, как бы побегут все в завод. Давай, говорю, лучше мы будем дома, в подвале. И вот как в воду смотрела, как бы, что мы не пошли в завод Азовсталь. Никто не думал, что они заседут в каждом доме, в каждом садике, в каждой школе, чтобы технику загонять во дворы и оттуда отстреливаться. Вот все были уверены, что все подлится максимум недели, будет подписан мирный договор. Вы хотели уехать? Нет, не хотела, потому что я не думала, к чему это все приведет. Надеялись, что это как в 14-м году будет. Они пытались взять город, но не били по городу. За все эти восемь лет Украина готовилась к войне. Надеялись на то, что линии обороны, как бы, ну, хоть до города не допустят. Второй момент – город закрыли и никого не выпускали. Выпустили детей, вот эти автобусы, 24-го числа. А все, кто частным образом хотел выехать, никого не выпускали. Это ВСУ там стоял или Азов? ВСУ. Неужели они не понимали, что они таким образом оставят всех людей внутри города? Понимали, наверное. Наверное, надеялись на то, что не будут по мирным жителям бить. Хотя уже 25-го поехали танки вот эти, когда в Херсон они заехали. Это что за танки? Ну, с ЗЭТками, крымская колонна. Они ждали уже их на въезде в город. Они как раз в наш двор заехали во двор БТР, с внешней стороны дома. Танки, два танка приехало. Они начали бегать по квартирам. Ну, все уходите в убежище куда-то. Ну, сейчас будет бой, будут боевые действия вестись. Это кто бегал? ВСУ. Куда бежать? Какие убежища? За две недели город готовился, в кавычках, к войне. Единственное, что сделали на домах, где подвалы, написали убежище. Все. Которые в итоге потом, когда начали бить по домам, перекрытия эти просто падали и все. И людей заваливало там в этих подвалах. Покажи, как это устроено. Почему называют левый бережный? На левом берегу чего находятся? У нас, получается, река Кальниус. Левый берег, правый берег. Азовсталь где? Азовсталь, вот, получается, левый берег. Ну, это уже, получается, правый берег. Тут вот так вот мост. Связи у нас никакой не было. Новости у нас были только радио. То есть, если там предлагали какие-то зеленые коридоры, то, ну, мы из-за них ничего не знали. Нам говорили, что там в центре города и помощь привозят, и воду привозят. У нас же не было ни воды, ни еды, ни света, ну, ни газа. Ничего не было. То есть, вот, мы жили в подвале 80 человек. Из них где-то человек 35, где-то были дети. Кушать мы готовили, все на костре. Воду мы доставали с пожарного гидранта. Бить начали город уже 2 марта, когда у нас выключили воду, свет. Связь вся легла, вообще все отключили. Ну, лично я для себя поняла, что, получается, Мариупольский котел. Мы оказались в этом котле, который начали бить со всех сторон города. Пока слышалась дальняя канонада взрывов, разрывов, как бы это еще более-менее терпимо. Потом, когда прилетели первые стрелять прям под подъезд, под окна, мы эвакуировались на другой конец города. Ну, спокойствие там было всего два дня. Понятно, кто стреляет? Нет. Город окружен. А ВСУ и АЗОВ расставили свою технику во дворах. Соответственно, тоже они же не снайперы. Куда стреляют? Ну, стреляют, куда попало. Если с левого берега стоял на позициях АЗОВ и на вступление шли ДНР, то со стороны Запорожской трассы уже непосредственно войска Российской Федерации. А там оборонялись ВСУ. Так получилось, что на нашем доме, на чердаке работали гранатометчики, ВСУшники. Их долго не могли там сбить. То перелет, то недолет. У них такая тактика. Они делают несколько выстрелов и убегают. Вероятно, их конкретно с радиолокации выследили и накрыли вместе с нашим подъездом. Вот так вот сидим с семьей. И так полквартиры нету. Мы быстренько, как плиты все сложились, кое-кто из жителей подъезда вообще на плитах съехал на второй этаж. Ну, мы выбежали на улицу. На счастье у брата машина не пострадала. Только стекла повылетали, и все. Мы быстренько прыгнули в машину, уехали в другой микрорайон. До Ростеницы. Вот так нас строили без квартиры. Это был танк Кадыровский, который стоял между, получается, дуло между домами вот так вот. Мы видели его. Потому что я Тайсона выводила на улицу. Ну, собака как хочет писать, какать. Мы идем на улицу. Стреляют, не стреляют. Нам на улицу идти надо. И вот это был танк. И снаряд летел из танка. Как получилось, мы в восемь часов всегда выходили на улицу. А в этот день Тайсон сидит возле дверей. 7.15 было. И на улицу просится. Я говорю мужу, глянь. Вот прям вот сел и он, ну пойди сходи. А что раньше восьми не выходили? Комендантский час. И поэтому мы с восьми начинали выходить. Мы вышли и все. Летит снаряд как раз в то место, где наша квартира. Потом минут 15 еще бабахкали. Я не могла подняться на восьмой этаж. Потом побежала искать мужа с собачкой со второй. А там уже все горит. В общем, оно там все выгорело. Я его и не нашла. В общем, он там погиб. А Тайсон меня спас. Подождите, то есть это жилой дом? Жилой. Вокруг есть что-то, что может быть похожим на военный объект? Нет. Это жилой спальный район. Внутри школа спального района. Вокруг дома. Рядом развлекательный центр Порт-Сити. Рядом гипермаркет метро. Какие военные объекты? Нет. То есть они видят, что это жилой дом? Естественно. Они видели, что это жилой дом. Они знали, что там люди. Тем более они ехали на танках. Они видели у нас во дворах костры. Мы кушать-то готовили. Мы сначала выскочили, когда на первые удары пошли. У меня дырка в стене. Ну вот сложилась квартира вот так вот. Ну вот залетела в окно. Одна стена, вторая стена, третья стена. И до тамбура, где мы сидели, вот это все сложилось вот так вот полностью. Мы выбежали на улицу, и стоит вот танк, вот он стоит, и он бьет по дому прямо. Я это видела своими глазами. Все, ну вот. Собачку вторую я ее только вот недавно привезла. Ей полгодика была. И всегда мне муж говорил, вот Тайсан твой, а Лада моя. Ну так, так и получилось. Он с ней так и остался дома. 2 марта, как рубанули связь, все, ни интернета, ни света, ни газа, ни воды. Все, выживай, как хочешь. Не гуманитарки. Слава Богу, моей маме, блин, здоровье ей еще на столько же лет. То, что у нее склад характера, вот именно запастись, там тушеночку домашнюю, там все, загадки. Мы на этом только спаслись. И моя сестра, она привезла огромнейший чемодан. Хавка, хавка, хавка. Вот это, макароны, макароны. Не, ну я, говорит, чувствовала, я, говорит, что-то, говорит, почувствовала, что-то будет. Ну, если бы я знала, что именно так будет, меня б зезерить не было. У нас, если выходя из дома, как наисказ смотришь, буквально 100 метров, и там был садик. И получается здание садика, и здание сзади, как общежитие. И там, и там был подвал. Ну вот, в одном подвале было 25 взрослых и что-то до 10 детей. И в этом подвале, в садике, точно так же там, что около 30 взрослых, и тоже много детей было. И они, ну, как тоже выходили на улицу, готовили кушать, дрова там, ну, такого плана. Вечером уже, ну, так добротно, ну, как, смеркалось. Автоматная очередь. Громкий, жесткий мат. Окна выбивали, выгоняли тупо на ночь всех людей. Насрать было. Ты с дитем, не с дитем. Тупо именно выгнали. Кто? Ну, ДНР. Ну, белая повязка, что на руке, что на ноге. Мы только так их различали. Да. Они тупо их выгнали. Мы, наверное, дня два вообще нос. Ну, реально боялись выснуть. Потом у нас прилетело, ну, что-то из мелкого. Заклинило калитку. Ну, и наши стояли, ремонтировали уже замок. Это как бы это, бах, нацгвардия. Ну, знаете, как вот свадьба в Малиновке. О, наши пришли. О, кепку поменять. Тут были одни, бах, тут другие. У нацгвардия украинская. Ну, да. Не, не шито по-тихому. Ехтось. Нет. Вы сами. Да. Ну, доброе. Что из бачила? Нет. Все. Разговор был окончен. Прошла потом неделя. И началась вот эта вот веселуха. Честно, передать не могу. Что вообще пришлось вот так вот именно эмоционально пережить, когда ты стоишь с ребенком на руках, у тебя здоровый льбы с автоматами, которые, вот, спустить курок и все. Что? Это какие? Русские. Зашли во двор и начали тупо именно перепись. Я говорю, здравствуйте. А что перепись? Я говорю, а зачем? А что? Рот закрыла и стой молча. Паспорт сюда и все. Ну, а дальше разговоры были совсем другие и не очень хорошие. Единственное, что я не выдержала, да, на свой страх и риск своей жизнью. Я не выдержала просто-напросто. Я говорю, и вы после этого хотите, чтобы вас здесь люди приняли? Я говорю, ты как будешь спать? Я говорю, с автоматом? Мне ничего не сказали. Он просто передернул автомат и посмотрел на меня. Все. Вот так они пришли. Кто хороший, кто, блин, нехороший. Ты характером с кого таком? Больше в маму. Ну, это, наверное, дворовое такое именно воспитание. По деревьям, по всему, по крышам. А потом я просто-напросто еще отработала пять лет на заводе. На завстале? Да. На должности завсклада. Не там же, хочешь не хочешь, а зубы надо иметь. Потому что на шею сядут, ножки свесят и повесят. Очень чего много интересного, вообще не надо. Почему столько людей оказалось, вот, вы за встали в подвалы? Потому что, когда началось наступление сильное по левому берегу, все люди кинулись туда, там же шоколепроходные, и все люди побежали туда, в бомбоубежище. В бомбоубежище я бы и не пошел не так, потому что у меня бой из замкнутого пространства. Даже когда мы зашли после, когда наш подъезд рухнул, у меня семью завел в полуподвал, я понял, что если завалит выход, то мы не выберемся. То есть у меня сразу началась паническая атака, я вышел. Вот даже когда вот мы уже переехали на другой микрорайон и готовили еду на кострах, и слышали пролеты, улеты снарядов, мин, люди убегали в подъезд, я просто падал. А Каталина? Каталина была в подъезде в этот момент. Лучше пусть она будет на первом этаже, там где-то возле меня, где-то смогу ей помочь. Поэтому она, когда мы готовили кушать, она спускалась с нами, стояла просто в подъезде. Где воду брали? В этом отношении нам крупно повезло. Микрорайон, где жила моя мать, возле него текла река. Мы там баклажки, бутыля вниз на реку. Но опять же это было тоже счастье недолгое. Там, короче, возле реки, черешня была посадка. И с нее азовцы простреливали частный сектор. Я пошел с братом за водой, брат отстал, говорит, нога болит, я пойду. Говорю, ладно, давай баллоны, я пойду, сам наберу. Пошел, смотрю, бегают солдаты по посадке. Пригодился синие повязки. Свои, думаю, бегают и бегают. Смотрю, один СРПГ, один выстрел, второй, думаю, куда они бьют. Смотрю, в частный сектор. И прямо туда я по ту улицу шел. Там бегают дети, люди ходят, что они делают. А получается, я стоял как бы слегка как за деревцом. И один меня увидел. Но между нами дистанция была на местах 200. Взваливает на плечо РПГ и меня целится. Чуть дальше источник бьет, и там оврах. Я в него прыгнул. Буквально через 2 секунды там, где стоял, был взрыв. Я убежал без воды, без ничего. Там меня перетрясло. Никому ничего не рассказывал, ни семье. Думаю, надо пойти успокоиться. Пошел ближе к центру, где можно было поймать связь. У нас там есть школа милиции. И там стоит ретранслятор. Идуш, смотрю, стоит людей много-много. И кто-то говорит, дают хлеб. Ну, до этой толпы людей примерно было еще метров 300. И это была как раз граница девятиэтажек и частного сектора. Выбегая из частного сектора, солдат. Я еще не стал даже вглядываться, какие у меня там нашивки, повязки. Взваливает на плечо РПГ и стреляет по вот толпу людей. Взрыв прозвучал прямо в толпе. Там раненые, мертвые, там мясо, стоны. И когда он уже убегал в частный сектор, я увидел, что на каске у него синяя изолента. В этот день я был просто в шоке. Мы видели, кто бьет. Потому что танки, когда подъехали, мы видели, кто бьет. Рядом со старого Крымограда летели когда, и с Мерчи. Мы вот тоже с окна, мы это видим, откуда летит. В городе сложнее, потому что, когда человек в страхе, в этой панике, и когда он летит со всех сторон. Да, так получалось, что сегодня на этой улице ДНР или россияне, или кадыровцы. Через полчаса там уже могут быть украинские войска. Был какой-то день там, в Мариуполе, когда ты вдруг испугалась, что вы не выберетесь? 6 марта. Ко мне домой пришли моя родственница с двумя детьми. Ну, 10 лет и 17 с половиной лет. Мужа, друзья тоже прибежали к нам за почти сутки до того, как в их квартиру прилетел снаряд. И там ребенку было восемь месяцев. Ну, и в подвале, естественно, исполнилось девять. Так вот. 6 марта к нам в огород прилетела мина. Мы как раз вышли в компанию из четверых человек покурить на крыльце. Покурили одну на смерть. У меня два осколочных именно тяжелой степени. Головая рука. Мужа в бок, в поясницу. У сестры в щеку. Откуда мина прилетела? Ой. Со стороны виноградного. А там кто стоит? Да, наверное. Когда мы после прилета мины зашли домой, а дома уже не было света. Ни света, ни воды, ничего. Я наклоняю так голову, вот как, когда нет напора воды, да, но вода течет. Вот точно так же у меня вот так вот все текло с головы. Ну вот я успела добежать до ванны, дабы не оставить реку крови после себя. Тогда стало страшно не за себя, страшно за ребенка. А он где был? Спал. Спал. Слава богу, быстро. Ну, я когда теряю сознание, я глоток воды хотя бы надо. А то быстро воды. Крик, быстро мне забинуть, и чтоб с меня не текло. Вот то, что было под рукой бутылка водки, это как антисептик у нас был. Быстро примочку, все это все. А мама смотрит, ну, она тоже у меня молодец вообще, быстро сообразила. Говорит, Юль, у тебя кожа, ну, знаете, завернулась вот так вот, вот она кожа. А она у меня вот так вот завернулась. И вот она кость. Юль, надо, говорит, ну, обратно. А у меня уже осознание пошло, у меня уже не шок, у меня осознание. Я говорю, какой обратно? Говорю, зарастет она, нет. Ну, все равно она стояла, как бы. Ну, я прячу, да. Вот, и когда у меня уже была замотана голова, я стою и чувствую, мне что-то тут, ну, мешает. И я потом бах-бах, кофта. Ага, в кофте дырка. Я давай бегом снимать кофту. А у меня тут почти сквозное. Здесь вошло, а здесь оно застряло просто в кожу, остановилось. Из-за чего? Из-за того, что я просто вот так стояла. Да, вот стою, курю, ну, прохладненько. Ну, и стоишь просто, как стандартная поза курильчика на холоде. И оно вот так вот именно мне в ребро ударило, пошло, ребро болело, и оно застряло. Но единственный выход какой был? Воткнуть обратно, палец, водку. Да. То есть ты даже в больницу не поехал? Нет. А кто был бы с малышем? Мама готовит, занимается. У нас у каждого были свои, да, занесли, грубо говоря. Вот это вот ранение меня, да, выбило из колеи где-то на неделе так три точно. Потому что я рукой не могла ничего делать. Вообще. И голова ужасно болела. Ну, вот в памяти осталась вот голова, река, на груди. А, и вот, кстати. Пальчиком пошли. Мать. Это осколок? Да. Ну, а не палит. Мы магнит прикладывали, он бесил. Мама. Мама. Юль. Да. Мама. Тем генералом быть. Да. Баба с ясами. Как меня шуточно называли. Машонок. У меня мужик растет. Буду расклеиваться, чему его научу. Три дня штурм города был до 13-го числа. Перед тем, как уже совсем этот, они, школу то они займут, то ВСУшники. Вот постоянно во дворе этот бой, бой какой-то. Ну, такое вот все было. Не поймешь. По ленточкам только различали, вот эти ВСУшники с голубыми, а россиянин с белыми этими лентами. А вот под этим деревом, вот это мы кушать готовили. Вот это, да, вот это куша. Вот это дети бегали, вот это мы кушать готовили. А тут рядом пролетает. Пуль, 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 пуль. Бах, бах. Ну, бах, ну вот и ладно. Или вот так вот мы с домами слышим. Выстрел так. Пролетело. Пролетело. Смотрим в дом. Бу-бу. Как у себя дома. Как будто под снегом ходишь, она летает. Кошмар. Не знаю, ты расскажи, как ты учебник в украинском языке вылез. Ну, придурок. Там даже школа была. Ну, пацаны были то одни, то вторые. Потом разбегались. Ну, пацаны пошли там, тушенки понабирали. Ну, вся, как они тели. Пришли. Потом опять те пришли, те ушли, те пришли, те ушли. Плопец говорит, пошли сходи, может там что-нибудь еще завалилось. Ну, лазили, лазили, пройдем. Там гранаты, там гранаты, там гранаты. Ну, нечего больше брать, уже все. Он там один сундук взял, второй сундук, ну, сумки. Ну, а я что-то взял. Букваль. И гранату. Ну, как вы стоите. Красавец, мужчина, девчонки. Это вам буквально костер распаливать. А я откуда знаю-то такая вот. Там попадали все. Пожрать пройдет в банку такую. Вот тут ручанка какая-то. Это не передать просто. Надо так, если видеть. А то ты вспоминаешь, как будто это… Не знаю. Ну, кино такого все равно не уйдет. В какой момент перестает быть страшно? Не знаю. Наверное, когда муж налил 100 грамм, вот тогда перестает быть страшно. Ну, через неделю вот этих обстрелов я уже… Я молилась только об одном, чтобы уснуть. И если прилететь, то… Ну, чтобы этого во сне было. Чтобы это не почувствовать. Лишь бы живые остались дети и внуки. Потому что дети у нас все по разным районам города. Обилие уже по всем районам. Что произошло с вашим домом? Туда было прямое попадание одно в крышу. Ну, на тот момент, когда мы уходили, стены стояли. О, как не было. Все разворовали, всю технику. Все, что мы наживали всю жизнь, да, своими руками. Где-то мы там не доедали, где-то не допивали. В чем-то себе отказывали. Ребенку там отказывали, да, чтобы купить там тот же телевизор, там, да, микроволновку, стиральную машинку и тому подобное. То, что уцелело на войне, его просто все разворовали. Это очень тяжело. Это все пережить. И, ну, я смотрю видео, да, вот мне прислали. То есть, вот кухня моя, она была заставлена полностью вся техникой. Это, ну, это просто пусто. Просто ничего нету. Почему одни говорят, что мирных жителей расстреливают украинцы, другие говорят, что мирных жителей расстреливают русских? У кого какая информация. Люди, которые, мои знакомые, эвакуировались своим образом, не гумком воем в Украину. Вот я им дозвонился по Вайберу, ну, у них информация другая. Они там так проклинают Российскую Федерацию и российские войска, что я даже не стал с ними спорить. Просто слушаю, говорю, да, 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 и там бесполезно. Так же самое, те, которые вывелись в Европу, у них другая информация, но тоже негативная против России была. А где правда? Слушай, а ребенок вообще, он понял, что война? Нет. Я пыталась всячески его уберечь. Единственное, за что я переживала очень сильно, он у меня научился говорить бум, когда реально это бум. И я переживала, что это отразится. Но Бог уберег, и он не пугается там, допустим, если что-то рядом упадет, он просто так посмотрит, ага-га, и побежал дальше. И точно так же я вот старалась его не дергать, допустим, когда вот слышно, что вот оно бахнуло, и может там прилететь, допустим, к участку или мусор, еще что-то. Я его не пугала, что вот хватаешь, бежишь, как будто сломя в голову. Я просто старалась, чтобы он, во-первых, далеко от двери входной не отходил, либо рядышком просто сидел. Вот и все. Ну, уже там, естественно, неделя прошла, две недели, уже там и солнышко, и птички, у нас и детская площадка во дворе, понятно, что и песочница. Но уже когда вся вот эта заварушка переместилась дальше, ну и уже, да, более-менее смело и ходили, и гуляли во дворе. Беседка в хлам, все в хлам, все в щепках, земли полно, тут ведра чьи-то соседские поприлетали, тут, ну, короче. То есть тут он играет в песочнице, а там бабахает? Бабахает, ну, как, я это слышала, что бабахает. А для него он просто даже не обращал внимания уже. Ему было с кем играть, он был отвлечен. И я говорю, очень даже буду думать о том, рассказывать ли ему все, как было на самом деле. Вот именно, как многие родители, вот, а я там правду расскажу. Я говорю, а какую правду? Ну, какую? Я говорю, вот, у вас какая правда? Ну, вот, вот эти вот такие-сякие, я говорю, ну. А, говорю, ты к соседу зайди, говорю, он скажет наоборот. А третий сосед, говорю, скажет вообще, типа, там третья, типа, сторона была. Понимаете, говорю, правды, ну, нету. То, что мы по новостям там смотрим, тоже, извините, через сито просеянное, отфильтрованное. И вот оно вот, вот это впитываете, вот это вот вам надо. А все остальное вам не надо. И вырастет, сам будет принимать решение, какая у него будет даже, это уже будет не правда, а просто восприятие и принятие. А так он будет всегда знать, что он родился на территории Украины. Что именно, ну, к Украине. Хоть он и будет с российским паспортом, но вот эту, вот эту именно нашей семье правду он будет знать. Не было понимания, что так зайдет далеко, наверное. Может быть, если бы вот прокрутить назад, возможно бы… Ну, по крайней мере, бы детей и женщины бы уехали. Мы очень активно, на самом деле, начали просто жить, просто планировать, кто что делает. Кто-то кормит кого-то, кто-то там поучить телефоны заряжает, кто-то воду греет, чтобы голову помыть, там помыть. И, конечно, каждый день какие-то новые звуки появлялись в небе. Это какие-то ракетные обстрелы, грады, истребители летали. Это все взрывалось, это все вот… Какие-то новые постоянные каждый день ощущения. Мы прятались в одной комнатке, в которой нет окон. Все сразу бежали. Страх парализуется. Мне кажется, даже панические атаки боятся приходить в это время. Потому что боятся такого страха, который ты испытываешь. У тебя грудной ребенок. Да. Как он реагировал на все это? Я его начала кормить, и он успокаивался. Это очень выручало, на самом деле, в дороге и во время бомбежек. До Яши, которая 4 годика, она… Телефон. Я думаю, что каждый ребенок что-то понимал по-своему, потому что, допустим, Дане, которому делали, это ему было интересно. Киракет, он это все изучал, он знал по звуку, как это называется. Он выкопал окоп перед домом, огромный. А потом еще и мужчинам помогали, которым похоронили моих собак потом. На электричестве подвязано все – отопление, вода. И так как дом очень быстро остыл, мы в сауне жили. Паша топил травами, чтобы набрать воды, ходили к соседям. Это наши соседи, но они приезжали на дачу. Я лично не была знакома ни с Людой, ни с Пашей. Как пришли в наш поселок солдаты, Паша пришел к нам познакомиться с мужчинами. У нас было место, не блокпостом нельзя было называть, это просто перекресток, откуда мы наблюдали движение техники. Вот он вышел, пошел в общение, заходил к нам в дом, потом познакомился со всеми. Он сказал, что я врач, и я здесь с женой и с дочерью. Если будет нужна моя помощь, обращайтесь. На следующий день его помощь нужна была. Его забрали в колонщину, и он зашивал кого-то, потому что там кто-то подорвался. Когда привозили с Немешаева людей порванных, Паша ездил, зашивал их в центре деревни. Порванных, что ты имеешь в виду? У кого-то в дом упала мина, и людей там разрывало, то есть он зашивал. Он сказал, что рассказывать не буду, что я шью, и вам эти страхи не нужны. 4-го числа мы уже слышали, что зашла колонна техники по направлению в наше село. И когда мы увидели танки из окна, это было страшно. Это был просто парализующий страх. Это безысходность. Куда бежать? В доме сколько людей? Что мы будем делать? Я прибежал, я отдышался возле дома, постоял еще немного. И зашел и говорит, спокойненько, сейчас все минимальные вещи, даже практически ничего не берите, на выход. То есть это уже было понимание, что вот они все уже, пришли к нам уже. Когда говорят, выйти, быстро выйти, да, взрослому человеку можно выйти быстро. Ну, мне нужно всех собрать и быстренько давай одеваться, то Даяна не хочет одеваться. Дэвид что-то заснул, и где-то Даня бежал на второй этаж. Я не понимаю, что мне делать. Честно, мне было просто уже... И когда Богдан зашел и говорит, я тебя очень прошу, а мы с Дэвидом легли спать. Я говорю, я не пойду в Богдан. Ну, как будет, так и будет уже. И он очень просил меня. Я говорю, хорошо. Я встала, и Даяна бегала в лосинах и в футболке, и просто надела Данин комбинезон лыжный. То, что было по-другому. Данька быстро сам оделся. Дэвида что-то на него натянуло. И сама одела. Сапоги, курт. Хорошо, что телефон взяла. Никаких чемоданчиков, ничего я с собой не брала. Больше не брала. У тебя был план, куда они должны бежать? По территории, ну, в принципе, да, я понимал, у нас есть. Вроде бы как бы окоп, ну, ложбину какую-то. Ну, и потом оттуда за домики, за фундаменты пряталась, чтобы все прятались за фундаментом. Рассеяться минимально, чтобы не кучковались. Это в том случае, если где-то рядом приход, ну, чтоб меньше жертв. Ну, а дальше какой был план? Что ты предполагал? Куда они дальше побегут? Я дальше, наверное, пяти минут не заглядывал. Как-то там вот особо не думается. Работаешь по обстановке, как бы так. Богдан говорил, куда бежать, когда садиться, когда нагибать голову. А я не знала, как садиться у меня ребенок на руках. Как мне нужно было упасть на землю? На него, что ли? Я сижу и понимаю реально, что все падают, и я не могу этого сделать. Просто присаживалась с ним, закрывала его. Потом я понимала, что я не понимаю, где остальные мои дети. Потому что я убегала с Дэвидом. Где Даня? Где Даяна? Смотрела, что Богдан смотрел за всеми со стороны. И вот координировал нас по передвижению. Помню, посмотрела на маму, как ее сестра ведет под руки. Потому что она не может быстро идти. Маме сколько лет? Семьдесят восемь. Будет. И мы бежали вот так вот как-то в рассыпную. Как-то все это прятались за домами. Побежали. Вначале вот возле заповедника под забор. Потом мы поняли, что они зашли в заповедник и оттуда уже стреляют. Мы выбежали оттуда, побежали здесь на поле. Ты не понимаешь, куда тебе бежать, потому что стреляют же отовсюду. На территории заезжают две машины. Это с соседом и еще с одним парнем. То есть появились машины, уже план появляется, что надо вывозить женщин и детей. Я поднимаю голову, смотрю. Стоит автомобиль старый. Советский. Какой-то. Или «Жигули». Не знаю. И мужчина за рулем, которого я в первый раз вижу. Говорит. Дети, женщины, быстро в машину. И я с детьми. Мама. Садимся. И нас возит кто-то куда-то. Не знаю куда. Когда ты сажаешь жену и детей и тещу в машину, в общем, не очень знакомому человеку, когда кругом стреляют и они куда-то уезжают, что ты чувствуешь? Ничего не чувствуешь. Потом начинаешь понимать. Понимая, что не попрощался. Я понимаю, что все остаются. Моя старшая дочь, муж. А там стреляют. Я просто уезжаю. А этот человек нас спас. Когда он возвращался обратно в Высший град за кем-то и машину обстреляли, он погиб. Куда он Вас довез? Домой к себе. Там была его жена и его две дочери. Он зовел на стол и сказал, вы здесь будете пока. И нас жена взвела в комнатку, в такую маленькую спальню и сказала, что вы здесь сидите только очень тихо. Это очень сложно с детьми. И когда мы еще услышали разговоры, что они сказали, что мы здесь не останемся, они не могут нас оставить. Я уже собралась, уже немножечко успокоилась и позвонила знакомой, который директор школы в следующем селе. И она сказала, конечно, Таня, приезжайте, мы сейчас вас расселим. И мы поехали к ней. Зазвалось такое впечатление, что эти танки едут за нами, потому что звук усилился опять. И все было ближе и ближе. И мы пошли в соседний дом, в подвал, потому что в доме нельзя было находиться. Все гремело, эти стекла дрожали. Мы в 8 часов ехали, мы убегали. Было очень страшно по полям, через русский блокпост. Я, наверное, так не боюсь техники никакой, как человека. Наверное, человек — это самое страшное, что может быть, когда направлено оружие на наш автомобиль. И я посмотрела просто в эти глаза — это было страшно. Это живой человек, но с мертвыми глазами. Это ужасные ощущения. Когда ты понимаешь, что он вообще ничего не испытывает, человек ничего не испытывает человеческого. Он может расстрелять любую машину, которая едет. Абсолютно любую. Это какая-то рулетка просто. Как они разговаривали с вами? Они не разговаривали, они просто молча стояли. Машины медленно проезжали. И они просто смотрели. Ничего живого не было в этом взгляде. И когда мы проехали, я закрыла глаза. Мне казалось, что сейчас будет какая-то пулеметная очередь в автомобиль. Но мы проехали. И когда мы немного отъехали уже дальше, мы просто все начали плакать от того, что мы выжили. Потому что просто мы приготовились к тому, что нас могут обстрелять сейчас. Меня взяли мои соседи, которые надо мной жили. И мы ехали в машине. Я и еще три женщины, и еще ковра со мной была. И вот мы ехали на Житомирскую трассу, на Белогородку. Оттуда уже в Киев. Очень сильно был ветер. И вот когда мы уже выехали из Бучи, с правой стороны вдоль дороги шли люди. Просто вот толпы людей. Детки маленькие, старики, кошки, собаки с рюкзачками. Они просто шли, потому что уехать им было нечем. А блокпосты стояли буквально через каждые два метра, три метра. Нужно было открыть окно, чтобы они посмотрели. Не с автоматом мы там сидим и вообще что там и как. И вот один пост. Они такой взрослый мужчина. Мы открываем окно, я сижу возле окна. Он говорит, добрый день. А нам сказали, не смотрите им в глаза. Вот не смотрите. Или потупите взор, или в сторону. Но глаза не смотрели, не скройте. А он возьмет и стрельнет. Они открывают машину. Он говорит, добрый день. Ему так, здрасте. А он мне говорит, наденьте шапочку, вы простудитесь. Я так мытянула капюшончик. И я же не смотрю в глаза. Он пока там рассматривает, что дальше. Пока они открыли багажник. Посмотрели, что в багажнике. А вот за ним лежат два труба. Детки маленькие совсем. Один в конвертике вообще. Ну младенец, обгоревший. И еще, уже непонятно какой. Взорвана машина. Это у него за спиной. В шаге от него. А чуть погода. Мальчик ехал на велосипеде. Лет 15 ему. Он вообще ехал в белой простыне. Ну, чтобы его не убили. Он тоже лежал уже, видимо, там давно. Но когда мы уже уезжали, уже в Буче лежали трупы на улицах. Я видела. Они лежали и не один день. И сейчас там одну фотографию показывают, что простояла машина на перекрестке. Она еще при меня там стояла с водителем убитым. Вот. Вот тогда я заплакала первый раз, когда я увидела этих деток маленьких. В конвертике вот в младенческом. Он спокойно мне говорит, наденьте шапочку. Я не знаю, где читали ли им сказки, маму. Вообще, я не знаю, что-то. Как деньги взяли. Что они им подмешивали, может быть, что-то. Что такое, где все. Я не знаю, что это за люди и почему так. Мои подружки убили дочку. 18 лет. 3 марта. Студентку мединститута убили. У нее на глазах. И когда дети смотрят на эти трупы, Даня говорит, смотри, мам, это что, нога? Это что? Это танк? Это что? Я не понимаю, что ему ответить. Я говорю, да. Даня, это война. Такая. У нас был разговор с ребятами. Я говорю, я вас не держу. Они сказали, меня не оставят. Ну, а я говорю, я не уеду. Ну, и мы тогда не уедем. Что происходит дальше? Дальше мы в доме готовим блинчики. Танина мама как раз тесто наколотила. В нас уже стреляли. Мы вышли покурить на крыльцо. Ну, я четко помню, как я вижу, как они заходили в первый дом возле въезда в заповедник. Мы еще успели информацию передать. Сказали, что все, ну, уже они здесь, они заходят. Это солдаты русские? Да, 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 да. Ездили в военные машины по дороге. Дом просто вот так вот дребезжался. Мы позавтракали. Решили приготовить чай. И Паша сказал, что не пойдет набрать воды. Он не вернулся уже. Вернулись солдаты. Я в этот момент приготовила чай, принесла в сауну. У нас комнатка и отдельная сауна, в которой отопилась комнатка. Они заглянули в окошко. Я говорю, Саша, быстренько прижмусь к стене, потому что здесь солдаты. Это были русские солдаты? Они разговаривали на русском языке, но у них был какой-то диалект. Я не знаю, откуда, с Бурятии или откуда. Но русские слова у них проскакивали, потому что они, когда выбивали дверь, ногами, не знаю, толкали руками, ногами, кричали, там, давай. У них не получилось выбить эту дверь. Они постреляли по стеклам и зашли в дом через второй этаж. Потому что на первом этаже пизде решетки. Весь второй этаж они обошли. На первый этаж спустились. Они не заходили в каждую дверь. Заглянули там, не знаю, на кухню и все. Далее они никуда не пошли. Они вернулись также через окно и стали добивать эту дверь уже снаружи снова. Я говорю, что, Саша, дверь не закрыта, она просто на защелке. Я пойду, закрою ее на ключ. Ключ в двери торчит внутри. С нашей стороны. Я пришла, закрыла эту дверь на полный оборот и оставила ключ в замке. Когда возвращалась назад, они хаотично обстреливали не только замок, а всю дверь. И вот на таком расстоянии, как мы от вас, в меня прилетело поле и вышло насквозь через крупную клетку. То есть через дверь и в меня. Это все перед Сашей. Это не боль, но от того, насколько горячая выливается кровь, приходишь в ступор и понимаешь, что с тобой уже совсем все не так. Я говорю, Саша, в меня попали. Она очень испугалась. Я говорю, Сашенька, не кричи, потому что если они еще в двери не ушли никуда, они нас здесь найдут. Она помогла мне лечь на пол, на левую сторону. И прижалась ко мне. Я не знаю, сколько по времени, больше часа однозначно. Просто прости, чтобы я не умерла. Очень холодно становилось. Она укрыла меня. И дала подушку под голову, потому что кровь поднималась по глотке, голова внизу. Я говорю, Саш, Паша не возвращается. Уже прошло очень много времени. Тебе надо, доченька, собираться и идти к соседям. Потому что нас здесь никто не найдет. А если солдаты вернутся, не будет ни тебя, ни меня. Я не знаю, откуда у нее появились силы. Она пыталась открыть изначально дверь, потому что тихо стало. Она говорит, что ключ сломан, его прострелили. Остатки ключа остались в замке. Дверь я не смогу открыть. Я говорю, тогда одевайся, бери рюкзак с нашими вещами, документами. Иди на второй этаже, прыгай с окна. Потому что по-другому ты не выйдешь. Она говорит, да, хорошо, я сейчас пойду. Ты только ж меня здесь подожди. Я говорю, конечно, солнышко, я здесь буду. Я даже не знаю, откуда в ней столько сил. Она же понимала, что за дверью, вот за пределами домика там просто сущий ад. То есть ей пришлось пройти вот это вот одно. Она спустилась, перелезла через забор и в нашем дворе, и перелезла через забор уже соседки. Ну, стук в дверь, стоит Саша. Говорит, я ваша, ну вот, соседка. Маму ранили. Ну, дальше понеслось. Буквально, наверное, три вопроса или четыре Саше я задал. Когда это случилось? Где Паша? Ну, как ты выбралась и как нам попасть в дом? Потому что я знал, что у них первый этаж решетки. Ну, побежали. Возле меня остался Владимир, а Богдан говорит, я пойду в дом. Подумаю, что можно, ну, предпринять или как открыть дверь, сломать. Потому что никак, ни в какую сторону, неподвижно. Богдан ушел домой. И в это время к ним пришли солдаты. Как-то первая мысль была, ну, меня разозлила то, что долго стреляют. Меня должны были уже застрелить. Ну, хватит, надо успокоиться. Начинаю слушать, что с ребятами. Начинаю понимать, ну, вот, вроде бы стонов никого. Ну, понимаю, что никого не зацепило. Отполз от дороги немного, потому что понимал, если будут по дороге идти, меня увидят, могут дострелить. Ну, и слушал, что в доме происходит. Слышал, как собак стреляли. Кто-то из моих еще их пытался успокоить. Потом слушал или, ну, по количеству людей в доме, кто оставался. Я уже тогда как-то понял, что будет какое-то продолжение. То есть еще не конец, будет что-то дальше. То есть или за мной придут мои, ну, или за мной придут солдаты. Я услышал шорох над головой. Я поднимаюсь, стоит, направил автомат на меня. И он мне говорит, спокойно. Говорит, все будет нормально, подними руки. Я знаю, кто ты. Ну, говорит, идем в дом. Я говорю, здесь раненая женщина. Мы знаем уже все. По дороге попросил собаку застрелить. Еще дышала. Ты попросил его собаку застрелить? Да. Его слова, хорошие собаки, были жалко. Я не знаю, очень мало времени прошло. Может, пяти минут и не прошло. Пришел Богдан с солдатами. Они посмотрели на нас. В каком я состоянии, что я встать не могу. И стали на первом этаже стреливать решетки, чтобы открыть окно и меня как-то с этого дома достать. Эти солдаты, первые солдаты, вели себя одинаково? Нет. Эти солдаты, которые вторые, они спасали меня, можно так сказать. Решили, что человеческая жизнь, она важна. Приняли решение, что меня нужно достать с этого дома. И для начала к Богдану в дом отнести. Посмотреть, насколько глубокое ранение и что дальше со мной делать. Кто предложил ее забрать туда, в военный госпиталь? Это военные русские. Там выбора не было. У них главный был солдат, которого звали Александр. Его прозвище было старое, они к нему обращались. Он по рации передал, чтобы принесли с их базы, где она находилась в этом лесу, медикаменты, которые есть, что огнестрельное сквозное ранение. Доктор сказал, что уже очень поздно и темно. Приходить я не буду. Принесли лекарства. Принесли какой-то пластырь. Мне ножом разрезали кенгурушку. Заклеили ту рану на грудной клетке и на спине возле лопатки. Укололи какой-то уком. И этот фельдшер, их солдатский, сказал, что никуда ее не нужно нести. Пусть она остается в этом доме с этими людьми. Сказал этот Александр, что нет, она здесь не останется. Она будет под наблюдением вас, доктора. Соответственно, и организующих ребят, и какие-то носилки, чтобы ее перенесли к нам туда, на базу. Богдан, солдаты, они взяли стремянку, положили на нее детский матрас. И вот так меня несли минут 20, наверное, через лес к ним туда, на базу. Этот Александр, он спокойно со мной разговаривал, он не кричал. Он ругался на солдат, он ругался в рации. Ко мне абсолютно спокойно разговаривал, сказал, что с ребенком будет все в порядке. А где муж, вы спрашивали? Когда еще решетки открывали, Владимир сказал, что люди не нужно, не спрашивали. Мы все расскажем, все будет хорошо. Ну, я понимаю, что в таком состоянии. Ну, не знаю. Все нехорошо. Все вообще нехорошо. Эти солдаты двое, которые были у нас в доме, не застрелили его прямо во дворе. Расстреляли его просто. Просто человека, который без оружия. Доктор. Который лечит деток, помогает. Их даже солдатами не назовешь, потому что солдаты так не поступают. Просто твари, которые пришли убивать все, что движется и все, что живое. Я больше не видела Пашу вот с утра, только 4 марта. Все. Ты даже похоронить не дали? Нет. Болит? Да, после дренажа просто болит у меня еще. Это Таня пришла? Это Таня пришла? Да, это Таня пришла. Ну, Таня, заходи. Вот она, Таня. Вот она. О, господи. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, девочки, знаете что, давайте какую-то паузу мы сделаем, потому что как-то, мне кажется, нам нужен перерыв. Героические девочки, я тебя столько теперь услышала. Так, знаешь, рискали, что ты героинка. Я тебя ругала, что ты к салам подходишь. Да. Я в детстве тапочки вот так вот заставляла носить, чтобы ножки сами по себе за счет тапочек вот так вот смотрели. Ну, мало. Да, ну ерунда вообще-то. Слушайте, мне кажется, что то, что вы пережили, знаете, это уже все такие мелочи. Да. Это да. То, что было вчера важно, сегодня совсем не важно. Правда? Вы ползали. Ползали, ползком. Ползали. А сейчас кажется, как будто ничего этого не было уже. Ну, какой-то фильм смотрели, может, про войну. Что-то такое. У меня, когда принесли в лагерь, положили в машине и приставили какого-то солдата, который как бы охранял меня, который угрожал и говорил, что не дай бог ты пикнешь. На твоей кишке там будут по всей машине летать. У меня автомат заряжен, я контролирую здесь все. Страшно было спать. Затекала рука, затекала вся левая сторона, потому что я все время лежала на боку. Я лежала молча, потому что страшно было что-то даже произносить. С самого утра меня перенесли в другую машину и стали куда-то возить. Везде обстрелили. Прекращались. Заехала эта машина в какое-то открытое помещение. Крытая крыша, как будто пластмассовыми стеклами. Вот когда прилетела очень низкая ракета, эти все стекла просто рассыпались. Все солдаты, когда им по рации говорили, что воздушная тревога, они все прыгали с этой машины и ложились в лесу на пол. Я оставалась и молилась, чтобы это не прилетело в эту машину, не дай бог. А Саша где была? Все это время у Тани в доме и у Богдана. С солдатами и с соседями, которых они собрали всех вместе. Она когда лежала, она там какие-то вещи, цепочку просили снять, чтобы я Саше передал. Я ей сказал, не переживай, если что, то Саша будет в этом доме, вернется, и она будет с нами. Мы очень долго катались, они собирали раненых еще солдат по периметру, потому что они эвакуируют своих в Беларусь вертолетом. Я спросила, зачем меня эвакуировать в Беларусь, если мы находимся вблизи от Киева, неужели меня нельзя отправить в Киев? Это не спрашивалось, хочу я, не хочу. То есть мы оказываем помощь только таким образом. Возразить ты не можешь, встать, уйти ты тоже не можешь. В каждом месте, где останавливалась машина, были какие-то другие бригады этих солдат. И они между собой иногда менялись, кто был в машине, с автоматом сидел, охранял нас или я не знаю. Я попросила солдата попить мне, принести. Он принес мне теплой воды. Сказал, что, наверное, это будет лучше, потому что очень холодно. И отрезал с капельницы трубочку, чтобы я могла голову не наклонять, а попить теплой воды со стаканчиком, с термосом. А следующий блокпост был наш. Когда мы остановились и опустили окна, он нам сказал доброго дня и улыбнулся такой доброй, теплой улыбкой. И он сказал, а сколько у вас детей? Я говорю, трое. А кто хлопчик, чей девчонка? Я думаю, что он спрашивает вообще, к чему это? Я сама не понимаю, что ему ответить. Говорю, ну вот мальчик, мальчик, девочка. И Дарина в багажнике, которая 24. В багажнике? У нас нет места, не было места. Мы все запрыгнули в машину, поехали. И он достает, какие-то коробки стоят. Он начинает доставать конфеты, игрушки, давать детям машину. Это наш блокпост с нашими солдатами. Они стоят под обстрелами. Рядом российский блокпост. Они нас успокаивают и говорят, что все будет хорошо. Пожелали нам по хорошей дороге. И мы поехали. Было страшно то, что дети подходили все время и спрашивали. А папа жив? Мама, как ты думаешь? И у меня всегда были разные ответы. Потому что я сама, то я верила, что все будет хорошо, он жил. Потом я понимала, что это было нереально выжить. Потому что мы когда уходили, мы уже знали, что соседи расстреляли. В этом последнем месте, в которое меня уже доставили, там был доктор. Он уколол мне антибиотик. Уколол обезболивающее. Написал на руке, что он колол и в котором часу это было. Сказал, что вертолет возможно и не прилетит. От потери крови я могу умереть. Потому что уже прошло практически двое суток. Сказал, так же, как и ваша армия защищает свои земли, так же наша армия защищает вас. Что я говорю от нас? После того, как мне укололи этих два укола, меня переместили с моего одеяла на носилки и поместили... Такая машина, она с виду похожа на танк, только она поменьше. Линза у них называется, она полностью бронирована, без окон, одна дверь. В этой линзе находились еще двое лежачих раненых солдат и я. В дороге, когда мы где не были, вот этот солдат, который давал мне воды выпить, говорит, ну вы же все с рациями, спросите, где мой ребенок? Как она вообще? Что она? Меня куда-то везут бесконечно. Я не понимаю, что с ней происходит. Она там одна. Вот я сейчас буду говорить, может быть, какие-то вещи, кому-то, может, не понравится. Ну, наверное, нам повезло с теми, кто к нам зашел. Вот такие моменты, там, у кого телефоны, удалите всю информацию с телефонов. Утром будут начальства, будет жестко. При том, что, ну, начиная с политинформации с их стороны, как-то все присутствующие дали понять, так, слушайте, там, ну, политику нам не рассказывайте. То есть у нас есть свое сложившееся мнение по этому всему. Я вот слышал по рации, им командование говорило с гражданскими предельно аккуратно. Я удивился, что все, что им нам нужно было, даже вот помочь кому-то там, воды кому-то, они подходили и говорят, извините, пожалуйста, где можно набрать воды? То есть вот эта вот первая пятерка, которая у нас была, которая, ну, ночевала с нами и нас контролировала до утра, вот этот солдат сказал, я думал, я до утра не доживу у вас в доме. То есть они спали по очереди, но при этом, что они сказали, все колющие, режущие предметы, вилки, все в одну сторону где-то унести. При этом в соседних домах мужчин убивали? У нас первые погибшие, это при заходе. Вот эти вот первая волна шла их, ну, вот первые солдаты заходили. Ну, в этот момент, наверное, тогда и Паша погиб. Это вот зашла к нам уже ДРГ, ну, или ДРГ, группа, или разведка, ну, что они более, ну, такие, они экипированные, тепловизоры, рации, глушители, прицелы, то есть. Открылась эта линза, вошло два солдата и привели мне Сашу. И сказали, что этот Саша старый принял решение, что ребенок должен остаться с мамой. Ее отпустили. Мы в линзе пробыли в закрытой этой, часов, наверное, семь или восемь. Было страшно, холодно. Солдаты, они раздобыли где-то в этой линзе одеяло, укрыли малую мою шоколадку какую-то с кожи. Но это все время происходило в темноте. Даже малейший, у кого был фонарик, его нельзя было зажигать. Сложно было, что солдат, который был в этой же линзе, находился, он подорвался на мине, он весь, весь подран, весь разорван. У него контузия, и он еще боится темного замкнутого помещения. Он еще больше нагнетал страха своим криком, не видел, на кого он наступает, кого он хватает. То есть здесь сама к себе боишься дотронуться, а здесь просто чьи-то эти кровавленные бесконечные руки. И на голове у ребенка, ну вот я была сверху, и молодой мальчишка был сверху, подо мной тоже был мужчина. А остальные сидели, их сидело шесть человек. Один мужчина позвонил Дарине, моей дочке. Он говорит, что я бежал по полю, ехал на машине, машину обстреляли, и он перебежал в наш дом. И он сказал, что наши мужчины все живы. И он сказал, что расстреляли моих собак. И это была и хорошая новость, и ужасная для меня. Они очень много для меня значат. С самого детства. Собаки – это часть моей жизни. Я без них никогда не жила. У меня не было вообще периода в жизни без собак. Никогда. И не было там. Прилетел вертолет, стали эвакуировать. Минут 45, наверное, мы летели. Мы прилетели сразу же в Беларусь, в военный госпиталь. Мне поставили дренажи в этом военном госпитале. Девочки, доктора напоили Сашу горячим чаем, сложили ей пакет с едой. Дали ей лекарства. Мне поставили катетер в вену и грузили также в автобусы. И отвезли в Мозырь в больницу. В Мозырскую. На рентгене. Легкое просто было смято. Я так понимаю, столько я на нем пролежала. Пневмония у меня началась. Мне капали антибиотик три раза в день. Доктора и медсестры приходили, проведывали. Люди приносили еду, потому что мы без ничего. Приходили с Красного Креста. Предлагали нам с больницы у них остановиться. Звонили с защиты прав человека, я так понимаю, в Беларуси. Потому что статус беженцев в Беларуси принимать я не хотела. Мы знаем, что с Беларуси в первые дни войны летели к нам нехорошие вещества в нашу Украину. Поэтому это не та страна, в которой мне хотелось остаться. Но то, что они смогли сделать, спасибо им огромное. Это было 13 марта. Еще ни коридоров не было, тогда ничего. Ну, что делать? Мы с пододеяльника сделали белый флаг. На машину эти белые ленты подвязали. Чтобы мы мирные. И на блокпост с этим флагом. Но они нас приняли, как сказать, на колени с автоматами. Это мы бегом все эти симки доставать. Номера с машины посрывали. Говорят, вам украинские номера больше не понадобятся. Зетку на стекло сами наклеили нам. Орали матом, что-то там. Вы нас вчера в школе убивали. Они там что-то орали, матюкались. Саша начал просить. Ну, муж мой, чтобы там еще люди остались. Ну, дайте, ну, разрешите забрать еще людей. Они вот тут, говорим, пополам. Разрешили еще одну только поездку сделать. Саша вывез еще людей. Ну, потом отправили нас они в Старый Крым. Это рядом же поселок. Там у них военная комендатура была. Ну, и там вот они нас проверяли. Машину хотели забрать. Говорю, вместе со мной, говорю. Там единственное, что осталось, я ничего не отдам. В этот же день, когда мне делали переливание крови, пришли корреспонденты с белорусского канала, которые хотели взять интервью о том, как русские солдаты спасли Украину с ребенка. В интервью я сказала, что два солдата, которые пришли в дом. Но их можно обозвать только очень плохими словами. Они врывались, выбивали, обстреливали. Они убили супруга во дворе. Они убили соседа. Ну, понятно, что мне сказали, что вы знаете, где вы находитесь. Я говорю, да, конечно, я понимаю, что я нахожусь в Беларуси. Ворвались какие-то мрадеры к нам в дом. Ну, муж, у нас нет света. Не было из-за... Градами же накрывали, ракетами разными, соло. И отключили свет. Не было воды и отопления. Мы ходили к соседям с колодца набирать воду. И муж ушел. Не закрыл нас. Мы обычно закрываем дверь. Его... На улице какие-то... Не знаю, мародеры, скорее всего, убили. Нас долго проверяли все. Контакты копировали с телефона. Зачем они им нужны, непонятно. Мои группы в Вайбере там все читали переписку. А там вся переписка... У меня перекличка была. Где бьют... Вот тут представитель ФСБ. Вы должны дать интервью о преступлениях украинских военных против гражданского населения. Я... Говорю, я не знаю. О каких преступлениях? Ну, вот они из вас живой щит сделали. Говорю, так они живой щит сделали из-за чего? Говорю, потому что вы пришли. Никто с нас не делал живой щит. Ну, если даже и сделали. И те нас не пожалели, и те нас не пожалели. Ну, это вы пришли. И поэтому из нас делали живой щит. Спрашивали, как я отношусь к военной операции. То есть все под запись. Я говорю, как я должна относиться? Говорю. Говорю, меня лишили всего. Меня разлучили. Вот сейчас у меня вся семья. Моя мама, дочь неизвестна где. Теперь, когда мы увидимся, я вообще не знаю. Меня выписали из больницы ровно через неделю. Предупредили. Может быть сложится такая ситуация, что если вы выйдете одни вдвоем, вас возьмут в плен. Я приехала знакомая, забрала нас. И потом я переехала в дом к семье, к своим уже знакомым. Потому что сразу же никому не позвонишь, все номера не вспомнишь. У тебя телефон, что ли, с собой был? Нет, у меня не было телефона. Телефон забрали солдаты. Телефоном пользуются, потому что номер неактивен. Но в телеграмме я как-то вот и нахожусь. Да. Не брезгуют, скажем так, чужими вещами. Люди вот в Беларуси, с которыми мы разговаривали, они вообще что-то понимают про то, что происходит? Нам нельзя было выходить с палаты. К нам никого не пускали. Мы были от всех изолированы. Медсестры, которые приходят, те, кто смотрит не просто белорусские каналы, а смотрят интернет, да, пытаются в этом разобраться, те люди адекватные. Они понимают, что это война, что Россия напала, что с Беларуси летят бомбы. Те, кто смотрит российские каналы белорусские, те считают, что нас нужно спасать от нас самих. Потому что у нас все плохо. Мы убиваем друг друга, вот как звучало от девушек. Адекватные люди в Беларуси, они не хотят этой войны. А солдаты? Вот ты же с ними провела, получается, там, 3 дня, да, полностью? Они считают, что вот они пришли нас защитить, но от них не звучало, от кого они нас защищают. Они все-таки помогли, не считая того солдата, который в машине со мной ночевал и первую ночь. Остальные же спокойно разговаривали, там, ногами не пинали, да, ну, все что угодно могло произойти. Так же они привели, когда мне Сашу через лес, два солдата вели ребенка. Она жива, здорова. Она с ними провела всю ночь. И она с ними провела целый день. И еще и через лес они ее привели в другое место ко мне. Они мне ее отдали. Я согласна, что все люди разные. Нельзя судить по одному человеку, что вся страна плохая, та или иная. Но ведь когда вы приезжаете, видите, что здесь мирные жители. А зачем таким образом их уничтожать? Значит, команда такая была. Как будто это игрушка, которую ты рукой, да, убрал со стола, и она упала. Гибнут тысячи людей. Не сотни, просто тысячи людей гибнут. Семьями остаются без ничего. Просто Россия пришла и это все забрала. Один на один с войной. Правда. Противно смотреть, как это все переворачивают, выворачивают. Зачем? Я не понимаю. Просто сталкивать людей лбами. Так, извините, до этого столько лет кровью менялись и всем остальным, а тут в политику стараюсь не лезть. Но вы в Мариуполе до войны говорили по-русски. Да, я родилась как-то и никто за это никогда не парился. Русский, русский. И изучали русский. Ну, допустим, на работе, если требовалось, на украинском языке разговаривать, то, естественно, мы были на украинском языке. Я как знаю и украинского, так я знаю в доскональности и русский язык. Потому что мы в основном разговариваем на русском. И у меня, ну, почему ребенок тоже, я же его учуя, мама – тато, а мама – папа. Мама. Папа. Проблемы были на работе. Руководство могло подойти к тебе, почему ты ведешь там урок не на украинском языке, к примеру. Ну, ты живешь в Украине, обязан вести на украинском. Но все равно, даже если там, тебе приходит проверяющий, и ты сбиваешься на суржик, смесь русского с украинским, тебе предъявят какие-то претензии не сильные. Вот. А так, если, допустим, ты проигнорируешь, проведешь все равно на русском следующий урок, ну, возможно, пожалуются в СБУ. Все приводят ребята и будут разговаривать. У меня были мои внутренние переживания по этому поводу. Когда, например, начали показывать в кинотеатрах фильмы только на украинском языке, я думала, что это несправедливо. Почему это вдруг? Я хочу, чтобы показали на русском. Но потом были и сейчас. Я тоже переживаю большие сложности. Я, когда узнала, что вы приедете, я думала о том, что, может быть, мне стоит вести с вами диалог на украинском языке. Но отказаться от русского и говорить только на украинском, это как будто бы еще одна потеря. Очень многое я потеряла из-за нападения России на мою страну, и я не хочу потерять язык. Я думаю об этом. Я родилась еще в Советском Союзе. Я училась в обычной русской школе. Да, я русскоязычная. Но я понимаю, что я живу в Украине, я русскоязычная. Проблемы с тем, что вы говорите по-русски, были у вас в Харькове? У меня лично нет. По поводу расистов, вы простите, пожалуйста, я просто на эмоциях. Просто мы с мужем когда-то были в Санкт-Петербурге, в России. Было все хорошо, все отлично. Я ненавижу вашу страну. У меня там есть родственники и подруги. Простите. Саша, я не могу на вас обижаться. Это не вы бомбили мою страну, а моя страна бомбила вашу страну. Поэтому вам извиняться вообще не за что. Спасибо. Я думаю, что вы ни при чем. Это все правительство. Я не знаю, что мое правительство сделало, что наши сделали вашим русским. Мы вроде как были дружные. У меня есть друзья. У вас есть друзья, наверняка с Украины. Елена Алексеевна, а сколько вам лет? Мне 78 полных. Слушайте, а вы же, получается, во время войны родились? Да, я дитя войны. Помню, в 1946 году с мамкой ехали отец и был ранен тяжело и лежал в Святогорске в госпитале. И мы ехали с мамкой к отцу. Я только помню, как мы с мамкой шли, она меня вела за ручку. У мамки черное шелковое платье было и туфли помню. И как садились, а Студобекар стоял. Вот это машины еще, что в войну ездили. И помню, как отец пришел с войны. Мы жили там в село Воля Тельмановского района. И все соседи собрались, мужчин, можно сказать, там два или три мужика только на все село вернулись. Все погибли. Ну и отец в 1946 году возвращался с лагеря уже домой. И помню, скубли курей резали, готовились к встрече. И вот этот пух среди комнаты на скубле, много пуха, а все остальное не помню. Семья украинская получается? Да. А дома на каком говорили? Смешанный. Русский с украинский. А вы замуж выходили в Донецке, получается? Да. Вы сама по национальности кто? Русская. Русская. А муж? Ой, ну, наверное, украинец там тоже намешано, так же, как и у меня. Я донечанка, коренная. И родилась в Донецке, выросла, получила там образование, начала там работать. И в 2014 году я была вынуждена оттуда уехать. Почему? Ну, потому что у нас стали бомбить. Была захвачена облгосадминистрация, горели покрышки, взрывались машины, вооруженные люди обступили облгосадминистрацию. Вооруженные люди какой страны? На тот момент мы не понимали какой страны. Было такое мнение, что это свои, внутри Донбасса есть люди, которые очень беспокоятся о судьбе своего края. Часто вот мы гуляли по улицам и встречали этих людей, таких вот аккуратных, таких вот вежливых, они говорили нам добрый день, вот почитайте, нам нужно защищать русский мир, мы же с вами русские, и давали нам листовки. Мы этот говор за свой не принимали, мы слышали, что человек, ну, у него были такие, знаете, звуки окающие, какие-то такие округлые О, и, конечно, мы подозревали, что они не совсем местные. А когда тебе говорят, мы беспокоимся за наш с вами регион, а при этом ты понимаешь, что человек явно не отсюда, это слышно по голосу, то уже всякая доверия к этому человеку исчезает. Помимо облгосадминистрации телерадиокомпанию Украина захватили и изменилось вещание. То есть до этого мы смотрели украинские новости, а после этого нам стали показывать наши как бы региональные новости, и вся картинка поменялась просто полностью. Если до этого нам рассказывали, что мы страна, Украина и так далее, то есть все, одна страна, то с этого момента, когда уже изменилась новостная повестка, нам стали рассказывать о том, что на Донецк планируется покушение, что сюда приедут бандеровцы, что бандеровцы будут издеваться над местным населением, и это постоянно повторялось на телевидении. Это в каком году? Это было конец 2013 года, начало 2014 года. Нам рассказывали о том, что где-то на Западной Украине существуют специальные лагеря, где этих людей готовят, где этих людей учат убивать русскоязычное население. До 2014 года кто-то вас обижал? Нет, никто не обижал нас. Мы жили хорошо. Это когда мы смотрели телевидение, мы там показывали, что Донбасс, он как бы глобально хочет отсоединиться. Он глобально уже все готов. По телеку, по месту он показывал. Да, да, да. И мы как бы хотели, чтобы нас тоже услышали, что вот мы тоже часть Украины, да, мы русскоязычные, но мы против этого отсоединения, мы хотим каких-то изменений. И вот в офисе мои ребята готовят флаги жовто-блокитни. Должен пройти марш. Они берут в руки эти флаги и идут на одну из улиц центральных, где начинается этот парад. И вот я сижу в окно, смотрю и слышу стрельбу. Я слышу крики, окна выходят на университетскую улицу, я вижу, как по ней бегут люди с автоматами, стреляют в воздух. Я вижу, как разбегаются люди в разные стороны. Я понимаю, что это приблизительно то направление, куда ушли ребята. Где-то через полчаса ребята прибежали с огромными глазами распахнутыми, сказали, что им не дали пройти этот марш. Появились люди в балаклавах, без каких-либо опознавательных знаков и стали толкать эту толпу с разных сторон, как будто бы раскачивать. А потом в какой-то момент подняли в руки автоматы, выстрелы прозвучали в воздух, да, и ребята побежали. Мы подождали еще минут 50, пока закончится вся эта беготня, шум. Я вышла, доехала домой. У меня было на это еще минут 40. Меня встретил папа. Я говорю, папа, только что произошло такое. Он говорит, да, я все видел по телевизору. Люди, говорит, вышли в защиту русского мира. Сказать, что они, говорит, хотят говорить на русском языке, а, говорит, фашисты-бандеровцы их разогнали. Я говорю, папа, подожди. Ну, вот эта вся история, это было про защиту единения Украины. Мы хотим быть одной страной. Он говорит, нет, нет, нет. Я, говорит, видел по телевизору людей, они несли, говорит, русские флаги. Потом их разогнали. И вот тогда я впервые поняла, что нет объективности в этих новостях, что эти новости, любые события, которые происходят в городе, перекручивают так, каким это удобно. В какой момент стало плохо? Как проголосовали в 2014 году за референдум. Мы были под нациками сначала. А потом, когда вот это проголосовали на референдуме, и все поднялись, и их отогнали. Ну, били нас в станку, побили много домов, пятиэтажку нашу разбили, ни одного стеклышка в дому не осталось. В общем, все побито было. Вот эту повестку постоянно прокручивали по телевидению. А потом в какой-то момент сказали, что мы же не хотим насилия над собой, мы должны защитить русский мир, мы не хотим отдавать налоги в Киев, мы хотим, чтобы русский язык стал вторым национальным. Поэтому все, кто за, вот будет проведен референдум, идите голосуйте. И там был, насколько я знаю, этот вопрос, вы согласны, и двигалочки, да или нет. Но я не ходила на него. Вообще? Вообще. Я не считала, что это легитимно. Когда референдум в Крыму был, по всем нашим группам донбасским, дадим проголосовать спокойно Крыму, выйдем на эти все стачки, манифестации, там, с этими флагами. Начали давить тем, что, во-первых, украинский язык, заставиваться их на украинском разговаривать. Бандеровцами какими-то мифическими завести наш народ ничего не стоит. Обидели русскоязычное население, надо всем бежать на референдум. Но потом, когда пошли танки, когда люди осознали, к чему это все может привести, когда в нашем университете в одном из корпусов ДНРовцы как бы засели, люди как бы здравомыслящие в городе увидели, к чему это все может привести. Поэтому дальше никто не поддержал все это начинание. Вообще Мариуполь как козь в горле всегда был. Еще когда ДНР только образовалась, Мариуполь стала точкой преткновения. Это и граница, это и порт, и это стратегически важный объект. Всегда нас ополчение, ДНР, они нас как тихо ненавидели. Что мы живем, у нас тихо, спокойно, у нас стабильно, у нас город развивается, у нас красота. А кто хочет жить в России, езжайте, живите в Россию. Кто хочет жить в ДНР, пожалуйста. Мы хотели жить в Украине, мы там и жили, нас все устраивало. На референдуме вы как голосовали? Чтобы Мариуполь остался как отдельным, как ДНР. По итогам референдума в конце концов все равно в Украине. Он остался в Украине благодаря батальону «Азов», скажем так. Тогда он еще не назывался батальоном «Азов», они только пришли. Непонятно, какие-то ребята в форме с автоматами на бронетехнике, разгоняют демонстрацию. То есть люди остались один на один с бомбформированием. А что могли люди? Ну, вышли на демонстрацию, их подавили техникой. Кого-то убили, кого-то ранили. На этом все и закончилось. В какой момент хорошая жизнь кончилась и началась страшная жизнь? Это, наверное, весной 2014 года, когда начали над головой летать самолеты, когда начали бомбить. Вот тогда она моментально стала страшной, эта жизнь. Как к вам война приходит в ваш дом? В 2014 году был прилет. Сын с семьей находился у себя дома. Дом разбили. Невестка погибла сразу, ей было 22 года. Сын получил осколочное ранение, шейный позвоночник. И с повреждением спинного мозга. Теперь он инвалид первой группы. Когда невестку убила, она в руках держала младшего сына, которому было год и два месяца. Его вынесли, а его не видно от ее крови. У нее была перебита артерия. Он весь в ее крови был. Это не забывается никогда. Хочется вот спросить, за что. Муж уехал с сыном в травматологию республиканскую доставать осколок. Ему шейный позвоночник перебило, задело спиной мозг, поврежден. Я уехала в другую больницу, нейрохирургию детскую делать операцию. А старший остался с соседями. И соседи рассказывали, как он бегал по улице, просился домой и звал маму. Они маму совсем не помнят? Младшей нет вообще. А старший долго так помнил все. А потом уже, наверное, лет пять ему было. Прихожу, он плачет. Я говорю, что такое? Он говорит, бабушка, а я маму не помню. Хотя я всегда фотографии показываю. Рассказываю всегда, какая она хорошая. Старший как-то сразу понял, что я говорю, я вот вам буду теперь и мамой, и бабушкой. А младшей, ну что, ему год и два месяца. Он начал называть меня мамой. Долго я с этим боролась. Говорю, если хочешь, называй маму бабушкой. А мама у тебя одна. Они все спрашивали, где мама. Мы показывали вечером на небо и говорили, там вот самая яркая, самая красивая звездочка. Она смотрит за вами. Дети маленькие были еще. Спорили, какая из звездочек мама. Вам важно, чья была ракета, которая попала в ваш дом? Конечно. Это летело из-за города. Со стороны, где стояли украинские войска. Это видно. Тем более, это было уже 9 часов вечера, начало 10-го. Уже темнеть начинало. Все это видно. И всегда видишь и знаешь, откуда оно летит. Вы до этого вообще ни на чьей стороне не были? Нет. Наша семья была вне политики. Я понимаю, что ну захотели они власти, денег мало, что ли. Но так же ж нельзя. Это человеческие жизни. Это судьбы. Мне бы хотелось, чтобы им каждую ночь скинулось, как плачут дети мои. И такие же дети. И зовут маму. Пускай это им приходит в кошмарных снах. В какой момент внутри Украины получилось вот такое разделение? Вот вы сами говорите, там нацики, украинцы. Что это случилось? После Майдана. То есть вы были за Януковича? Конечно. Он же наш Донецкий. Мы поддерживали все Януковича. И несогласны с той фунтой, которая была на то время с этим Майданом, с обстрелом. Когда сидели в подвалах и били. И вокруг дома легло 6 снарядов. Дом трясся. Вот это нам было страшно. Но пережили. Пережили благодаря кому? России. Благодаря Путину. Кто был главной силой в Мариуполе последних лет? Кто поддерживал порядок? Кто за все отвечал? Если вы имеете в виду последние годы, то основной силой это был батальон Азов. Это было как государство государства. Моих азовцев я знал лично. Потому что они приходили, тренировались с нами. Общался с ними. Это были такие люди, скажем так, не слишком запаянные, как говорят нацики. Просто пришли заработать денег. Они подчинялись сами себе, своим командирам. Вот стоит их часть, мы недалеко от нее жили. Возле части стоят столбы, столбы освещения. И на каждом столбе написано батальон Азов, горячая линия, телефон. То есть, если тебе что-то не нравится на кого-то, твой сосед, кто-то еще, ты звонишь. Также СБУ вешало баннеры. Называется «Вэйби сепаратиста». Тоже телефон горячей линии. Приезжали потом азовцы по этому телефону, кто набирал человека, увозили на аэродром. И там пытали. Ну, весь Мариуполь знает, что Мариупольский аэродром тире, это концлаер азовский. Они там пытали, не угодно. Правда? А вы молчали? Ну, приходилось. В принципе, у меня и профессия мирная. Что? Тренер по борьбе. Тренирую детей, и все. Если бы у меня были какие-то политические взгляды, и я на направленные против Украины, или против России, или за Россию, не знаю, может быть, что-то и было. У нас был азов в городе с 2014 года, но мы их видели по каким-то праздникам, когда 13 июня у нас, день освобождения, отмечали от ДНРовцев, вот когда праздник такой был, возле драмтеатра они собирались там. Ну, иногда в магазинах приходили там покупать продукты, ну, вот мы видели военных. А так... Как они себя вели? Ну, как я вот их видела со стороны, как покупатели, приходили, как обыкновенные люди вели себе. Не было... Они все... Практически все они то же самое говорили на русском языке, никто не требовал никакого общения на украинском. Ну, лично у меня и у моих знакомых проблем никогда никаких не было. Многие, вот еще до начала этой войны, очень много лояльно к этому всему относились, и к России, и к ДНР. И даже некоторые очень сильно ждали, что придет Россия, и от чего спасет, не знаю, но... Много было таких людей, пока не увидели, к чему это все приводит. В какой момент вы в 2014 году поняли, что надо уезжать? Когда я перестала спать. Это было лето. Летом у нас очень часто грозы. И... гром. И в какой-то момент я поняла, что это не гром, что это именно бомбят, что это идет сражение, и я его слышу. Поскольку я не понимаю, как это далеко от меня, то я не могу... Ну, я до конца не уверена, что вот... мне не прилетит ночью, и каждый раз, когда я засыпала, я понимала, что я могу не проснуться. Ну, вот такая была какая-то мысль в голове, что каждая ночь может оказаться последней. Я из Донбасса уехала в тот момент еще, когда работала железная дорога. И я уехала в Киев, подруга меня набрала, и я долго стояла на вокзале, держала в руках билет, потом подумала, ладно, я побуду тут. И она мне еще сказала, ты не думай, мы не будем тут долго. Вот, побудь с нами эти две недели здесь. Мы потом вместе вернемся домой. Я подумала, ну, действительно. Сдала билет, и через два дня взорвали мост, через который ходили поезда. Вы поехали сына лечить после этого в Киев? Ну, уже обстреливали тоже нашу больницу. Донецкую? Да. Воды не было, ничего не было. Воду привозили перед больницей, большой бассейн. Вот приезжали пожарные машины, привезут воду, туда выльют. И вот все в больнице хватают ведра и побежали набирать воду, потому что больные, лежачие, их нужно и вымыть, и унитаз, и все. Питьевая вода тоже была проблема, но в магазине покупали сколько могли. А потом уже, когда стали так бить, что у нас в отделении почти никого не осталось, сыну сняли швы, нам дали направление в Киевский институт нейрохирургии имени Радаманова. Друзья помогли загрузить сына, потому что он еще был совершенно недвижим, он был полностью парализован. У нас десятка жигули. И мы поехали в Киев. Ну, в Киев мы приехали ночью, в час ночи. Нашли, чтобы кто помог нам его занести, его, естественно, сразу в реанимацию. Они сказали, мы вас лечить не будем. Я говорю, как не будете? Вы из Донецка. Они сказали, отстреливаться надо. А сын решил им сказать, что у нас бумага, есть документ, что наш дом разбили, что это дома случилось, что вот жена погибла. Они ответили, эти врачи, вы можете написать все, что угодно. Не могла долго найти квартиру в Киеве, потому что почти весь Донецк переехал в Киев. Это было такое, знаете, паломничество. Квартира сразу резко не стала. Они резко поднялись в цене, естественно. И найти жилье было невозможно. И услышала Донецке, вот вы там такие сякие... Какие вы сякие? В чем ваша... Ну, вот я поселила к себе Донецких, они мне спалили холодильник, вынесли телевизор. Я больше никому из вас давать квартиру не буду. Прописка какая? Такая же Донецка. До свидания. Почему? Ну, потому что люди, которые бежали от войны, в теории могут не быть способны заплатить в следующем месяце, к примеру. Потому что к этому моменту стали приходить первые гробы оттуда, в центральную Украину, к этим людям. Их дети возвращались к ним в гробах. И когда я уже поселилась в Борисполе, то я каждые выходные видела похоронную процессию. Практически школьники шли с этим гробом, хоронили мальчишку. И истории одна на другую похожа. Закончил школу, не успел подать документы в университет, его призвали служить и отправили на Донбасс. И основная ненависть за убитых сыновей она приходилась все-таки на Российскую Федерацию, которая сначала говорила о том, что там нет их людей, а потом все-таки призналась, что нет их людей, там есть. Почему вы в 2014 году не уехали в Россию? У нас там квартира, сыновья там жили, родители похоронены у нас там. Ну, как мы уедем? Наша земля, наша родина, мы там выросли. Я не жалею об этом. У нас вот эти пять лет, ну, там где-то постреляют немножко, поэтому тишина. И нам было хорошо, уютно, комфортно, все довольны были жизнью, все, как начали бить горе, а сейчас тем более, когда дети наши, все ушли воевать. А вы после 2014 года были хотя бы раз еще в Донецке? Да, конечно. Я чувствовала себя птицей. Знаете, птицы всегда возвращаются на зимовку в те же самые места. И не одна была такая. Огромное количество дончан постоянно на праздники на все возвращались домой, к родным. Это очень тяжелая дорога. Появились блокпосты с двух сторон. Двойной паспортный контроль. Город опустел. Разные районы города жили по-разному. Каких-то просто не стало. Где-то люди продолжали только слышать бомбежку. Конечно, было много трагедий. Там, например, прилетал снаряд во двор. Стояло 4 женщины. Три успели забежать в подъезд. Четвертая не успела забежать. Это вот соседи мои подруги. Она умерла прямо на месте. Таких случайных смертей по городу было очень много. Это меняет людей. Словно бы обреченность какая-то, знаете, есть в лицах, в движениях. В воздухе витает постоянно вот этот дух смерти. И внук воюет, и племянники воюют. Ну, всех мужчин позабрали, всех. Никого не осталось. Что сделаешь? Для остальной Украины чем был Донбасс? Украиной или не Украиной? Украиной. Никогда жители других регионов не отказывались от Донбасса. Считали это украинской территорией. Более того, остальная часть Украины говорила, но мы же на самом деле идем защищать нашу территорию, нашу землю. Российская Федерация вторглась на территорию Украины. И мы идем защищать свою территорию. А для дончан чем была Украина? Для части дончан Украина это была их страна, которая их почему-то не хочет слышать и не хочет уважать их точку зрения. Часть из них была задета нежеланием быть услышанными. У вас не было военных действий на территории вашего города? Нет, с 14-го года только от нас стреляли. За 20 километров серая зона уже начиналась. Это линия соприкосновения? Да, линия соприкосновения. У нас был военный городок, от нас 8 лет стреляли. Последние года 2-3 вообще тихо было, мы даже вроде бы нормально жизнью начали жить. Могли ли вы когда-нибудь подумать, что в самом начале своей жизни вы видели войну? Да, и снова, и перед концом. Никогда не думала этого, никогда. Даже мысли никто не допускал. Я говорю, если бы подняли наших родителей и сказали, что будет война, и с кем? С кем? Со своим народом воевать? Не поверили бы ни за что. С Украиной. Ну, мы понимаем, кто воюет, с кем. Правильно? А кто с кем воюет? Америка. Говорят, что будем воевать с Россией до последнего украинца. Вот и все. Почему вы не уехали? Куда? В Киев, в Россию, неважно куда, туда, где спокойнее? Я здесь была в России просто вот с 14 по 15 год выезжала, но я не выдержала как. У меня там дом, у меня любимая работа, у меня там все свое, родная земля, я мам, которая тоже сейчас там. мама там осталась? Да, они с братом там остались восстанавливать дом. Ну, сюда, в принципе, конечно, меня отправили, потому что, ну, у меня помимо этого диагноз есть, я онкологию перенесла в 17-м году, вот, и у меня просто лекарства заканчивались, и мы понимали, что вот сейчас мы на морозе живем в подвале, холодно, ну, ничего нет, мы понимали просто, что мне надо вывозить, ничем хорошим не закончится. Ну, я выехала, у меня, конечно, здесь сестра, тетя, ждали, ждали, они на уши подняли и друзья, и все разыскивали, потому что я еле три, наверное, на связь не выходила, у нас, ну, отключили вышки полностью, связи, ничего не было, люди между собой где-то там находили, ловили связь, как бы объявили, что с Волновахи эвакуировали людей, ну, я помню, 10-й, наверное, марта, когда ДНР зашел, они спустились в подвал, и они были в шоке, разрушенные дома стоят забитые людьми, вот, в нашем подвале непосредственно, где я жила, было 40 человек, 15 детей, ну, организовывался зеленый коридор, уже люди сами просто на свой страх и риск, ну, их расстреляли, непосредственно, вот, женщина, я в свое время с ней на станции работала, она погибла, она прикрыла свою невестку просто собой, старший внук ее, вот, сейчас на реабилитации ему голову прострелили, кто их расстрелял? тогда Украина обстреляла, просто колонну, люди назад бежали, вот, ну, у нас заезжали тоже машинами, пытались как-то, вот, люди тоже на свой страх и риск, если место есть, ну, мало кто уже соглашался, потому что, ну, везде осколки, грады летали, много подрывалось людей, и поэтому все уже сидели, понимали, просто рыбаться некуда было. Быстро привыкаешь к войне? Нет. Каждый день ты не знаешь, чего тебя ждать. К ним нельзя привыкнуть. Можно привыкнуть, ну, к последствиям, потому что уже хотя бы тихо, и ты уже привыкаешь глазами. А к самой войне, когда она идет, нет. Это военный может быть, это их призвание, звание, там, работа, еще что-то. А для мирного человека нет. К этому невозможно привыкнуть. Вот мы ложимся спать, и каждый день, все, завтра все закончится. Просыпаемся, а оно дальше все продолжается. Все, потом 8 марта мы пережили, вот, говорят, так, до 15 марта все закончится, ждем все 15 марта. 15 марта прошло, оно ничего не заканчивается, все дальше продолжается. Потом, говорят, ну, вот, до Пасхи и все. Ну, и вот, видите, оно до сих пор не закончилось. Люди надеются, что все закончится, что все будет хорошо. Многие люди пооставались там, в Мариуполе, сказали, вот, мы не бросим свои дома, и все, вот, вплоть до того, что даже, вот, мы готовы жизнь отдать, ну, вот, останемся у себя дома. Попривыкли вы к войне, так? Ну, как сказать, привыкли, не привыкли, а просто знаем, что она есть. Не боимся. А так, чтобы привыкнуть, ну, это ж не цветок какой-то, правильно, что его можно сорвать, понюхать. Это очень серьезная война, это убивает. У меня соседа на седьмом этаже, боже, какой мужик, еще 40 лет, женился недавно, лет 6, наверное, как жена, детей, правда, нет. И вот он пройдет, и вот какой-то такой приятный, вот как котик такой, ему так и хочется погладить, потому что он такой мягкий, пушистый, никаких оскорблений, никаких грубостей, ничего нет такого. Поэтому я за ним жалела. А что с ним случилось? Больше недели. Ну, забрали на войну. забирали. Не по желанию, а просто вот как на борщу, и приходили на производство, и вот не нужно им. Они забирали этих мужчин. А вот и забрали от мамы, от жены, с руками, с ногами. А пришли, сказать, забрали. И мама забрала его, привезла в ящики. Убили. Это не война, а какое-то горе, стерва какая-то. Вы же слушаете, наверное, и сколько человек убивало за какой-то сутки, за день, или за сколько, или за все время, когда они уже, сколько они воюют. Знаете, там сколько тысяч людей. из их ребят, молодых, серьезных мужичков подобрали, но и не вернули наших мужичков. Если бы ты могла людям, которые вообще никогда не видели войны, объяснить, что такое война. Я даже, наверное, до конца словами не могу описать. Человек, когда испытает на своей шкуре, он тогда понимает окончательно, что это. Это ад, это страшно. Это просто земля с под ног уходит. Ты не контролируешь себя. Ноги млеют, подгибаются. Голова отдельно от тебя существует. У меня самая главная мама, чтобы была безопасностью в подвале, ее оберечь. Я, допустим, слушала, возле входа сидела постоянно, куда летит, где ложится. Мне было, допустим, спокойнее даже спрятаться, когда приземляется, ну, в сторону уйти. Но мне было так спокойнее, я понимала, где оно ложится просто. А в глубине находиться, когда оно просто рвет все вокруг, это сумасшествие просто. Вот это состояние, куда бы ты ни приехал, всюду бомбят. Мира нет нигде в Украине. Воздушные тревоги люди слышат каждый день от 6 до 10 раз за день. Люди спускаются в бомбоубежище, а некоторые уже и не спускаются в бомбоубежище. Хотя все города бомбят. И у меня, например, очень хороший знакомый умер в бомбоубежище в Мариуполе. У него остановилось сердце. Все. Человека больше нет. И нет, в него не попал снаряд. Нет, никто не подошел и не расстрелял этого человека. Просто от этого постоянного нахождения такой ситуации, от вот этого уровня стресса у него просто остановилось сердце. И его больше нет. Мы готовили еду на костре. Это вылоги ближе к 6 вечера. Начинает теметь. Идут азовцы. Ищут себе место ночлега. Мы подошли к мужикам и спрашиваем когда все это прекратится. Они говорят ну когда вы будете жрать друг друга. На следующей день днем они же. Эти же ребята подъехали к дому, запустили дрон и ищут точки. Куда стрелять? Подходим с мужиками что вы делаете? Вы будете отсюда стрелять? К нам сюда прилетит вообще в своем уме? Они говорят тут дорога для всех одна. А куда? говорят в ад. И что ты им скажешь? Я это пытаюсь людям рассказать которые сейчас на Украине в Европе они не верят. А вот даже двое меня удалилили с друзей в фейсбуке. Хотя это мои одноклассники живут в Германии. И что мне не веришь? Он просто меня удалил и все молча. А люди вообще думали о том кто какая армия победит? На тот момент люди уже думали о том как бы выжить и в основном все с детьми лишь бы просто выжить. А так ну это кто на какой стороне. То есть в подвале могли оказаться люди абсолютно противоположных взглядов? Да. Просто мы понимали это не то время когда нужно отставить какую-то свою позицию. Нам просто надо выжить держаться вместе и ну сейчас никому ничего не докажешь. Наверное отчаяние наступает в тот момент когда ты не веришь в своих защитников. А мы верим. И там оба убежища мы в них верили и здесь. Но был момент когда мы решили что нужно возить малого. Это когда спутался день с ночью. То есть вроде бы ты ждешь ночи чтобы поспать. потому что днем не хочется. А ночью спать невозможно постоянно в тревоге. И вот когда наступила такая каша то стало понятно что я врежу ребенку и мне нужно его уварить. Еще важным наверное был момент когда мы услышали самолеты. Это было очень яркое впечатление когда наверное это истребители они очень сильно свистят. Это страшнее чем снаряды. я не могу сказать что это момент отчаяния но были такие просто важные сигналы что пора ехать. В этот вечер к нашему селу подошли танки они обстреляли меня и вот еще немножко захватили рядом и мы поняли что любыми путями нам надо уезжать. снаряды и снаряды и снаряды и снаряды снаряды и получилась так как у Саши машина он пытался выехать и вывести людей первую партию он вывез вернулся второй раз мы сидели в подвале и Тайсон в очередной раз захотел пописать и я выхожу ставлю его а она кричит и на поехали вот как бы я же говорю у меня какое-то впечатление что Тайсон решил меня спас спасатель мы прыгнули в машину и выехали на блокпост это чей был блокпост первый блокпост был кадыровцы они нас заставили выйти из машины проверили нас все телефоны сказали доставайте симки выкидывайте и либо же они их разбивают я расплакалась кадыровец подходит у меня так сумочка такая там паспорт лежала и он мне кидает туда две этим шоколадки два батончика по плечу хлопает не плачьте все будет хорошо что хорошо будет что это правда что из Мариуполя можно было выехать только в сторону России ну с нашей стороны да мы поехали в старый Крым на машине с Сашей а в старом Крыму мы побыли два дня нас этот фильтрационный вот эти вот там у них такой пункт они нас проверяли а что там проверяют нас проверяли все единственное что два мужика они не полезли там по нижнему белью а так вывернули все карманы у Светы даже в телефоне читали переписку у Тайсона на нем была одежка он даже его вот так вот пощупал проверяли сумки мы открывали полностью все уже оттуда нас колонной повезли в Докучаевск мы спрашиваем куда мы едем нам никто не сказал куда мы едем приехали в Докучаевск сначала в полицию у нас там профиль фас отпечатки пальцев и поселили нас в ПВР через два дня тоже колонной мы поехали через таможню в Новоазовске на таможне там очень долго проверяли всех потом нас повезли в Таганрог на ЖД вокзал на ЖД вокзале стоит спецсостав бегает какой-то дядька в шапке такой непонятный кричит быстро грузимся быстро грузимся я говорю а куда поезд Ярославль мы подходим я к этому мужику куда еду а если мы на машине тогда все вот если вы поедете в Ярославль вам помощь окажут вам деньги дадут вам жилье дадут а если вы не поедете то все делайте что хотите вот Бог вот порог мне надо пересидеть хоть каких-то денег дождаться чтобы заправить машину у нас здесь не туристическое агентство а я турист из Мариуполя мне больше делать нечего ты сидишь в Таганроге в ПВР ешь баландуй ту горячую и радуйся тому что у тебя есть горячая еда если я раньше радовалась новому телефону какому-нибудь навороченному или муж себе купил планшет какой-то то сейчас я радуюсь тому что у меня есть носки чистые трусы мне надо начинать жить с нуля объявили эвакуацию вот 18 числа февраля то есть еще до всех событий до всех событий начинает выйти сирена мы быстро все по подвалам выскочила подъезд женщина сверху спускается я спрашиваю в чем дело почему сирена воет а ты что не слышала передают он по радио эвакуация подали автобусы быстро посадка кроме документов ничего с собой не привезли не успели ну сумка с документами уже была раньше приготовлена потому что мы 8 километров от границы с нациками жили и у нас уже до этого уже над нами летали снаряды по ночам били ну пришлось вот так собраться по-быстрому приехали ничего нет выдали по 10 тысяч нам помощи купила вот эту кофту брюки купила все такое необходимости мужу ни тапочек комнатных ничего же не было ну тапочки дали в лагере мужу и мне приеделись вы должны быть благодарны что вас освободили и за эту несчастную тарелку супа что нам налили мы должны быть благодарны я вас не просила верните мне моё жильё верните мне мою жизнь я оставлю вас покоя они как высказывали что из-за нас цены поднялись в России цены у вас поднялись из-за санкций из-за вашего дурака который в Кремле сидит или где он там сидит в бункере я в жизни не хотела в Россию ехать и спасаться от войны тоже не собиралась в России мне просто от безысходности мы ехали куда-нибудь куда выехать можно на таможне на российской вот перед Белоруссией это очень долго очень тщательно и там и ФСБ с тобой сначала разговаривает один потом другой потом документы проверяют потом Свету заставили интервью давать да а как сказать о преступлениях украинских военных спрашивали как мы относимся к спецоперации проводимой Россией поэтому а что вы должны были отвечать ну как вы думаете что мы должны были отвечать если мы хотели выехать из России отвечали так чтобы можно было выехать как можно относиться к спецоперации когда твой дом сожгли и муж твой погиб как можно к этой спецоперации относиться ну что за глупый вопрос да я рада да спасибо освободители от чего вы меня я стесняюсь спросить освободили от мужа от семьи от жилья от всего вот я сейчас свободный человек пипец да просто я вот говорю у меня такое впечатление что я просто вот фильм какой-то посмотрела и он рассказывал до меня еще не доходит иногда бывает ночью доходит потом вроде бы утром легче как-то так это было 22 марта у нас закончилась вода и вокруг все горело снаряды начали прилетать к нам в наш дом в котором мы сидели это очень страшно и вот в этот день уже совсем близко все ударило и у моих кумовей им снаряд попал в квартиру вот на кухню прилетел и ну у них квартиру разбило и они говорят все мы будем бежать и муж ему говорят мы вместе бежим и мы собрались буквально минут за 10 наверное похватали сумки что надо что не надо все собрались и пошли вот люди все плакали что вы делаете зачем а если вы не выживете ну я говорю ну уже как будет так будет если нам суждено не выжить то мы и здесь не выживем а если суждено выжить то мы дойдем очень страшно было очень я вам просто не могу передать как это было страшно вокруг все горит то есть ты идешь где-то воронки с мой рост их нужно как-то обойти Сеня с вами? Сеня со мной да Сеня у меня накануне приболел и и вообще он перестал кушать он просто лежал и просто ну ничего не ел не ходил и я смотрю на него говорю господи ну он умрет он умрет и когда мы решили бежать я мужу говорю ну нам тяжело будет его нести на руках и эти сумки говорю давай мы его здесь оставим в подвале ну люди ну все равно что-то люди остаются они за ним присмотрят но он все равно говорю сдохнет Сенечка так поднимает глазки на меня и у него у него слезки текут и я говорю нет зайчик ну я тебя не брошу ты ну как бы ну как мой ребенок говорю я тебя не брошу и всю дорогу я его на руках эти сумки ребенок за руку вот мы бежим все читаем отчинаж украинские вас военные выпустили да вот за счет детей благодаря детям они так скрипя зубами мы никого не выпускаем из города куда вы собрались ну они так грубо с нами разговаривали ну пропустили пропустили говорят а вы с детьми прикрываете с детьми вы ну как если это мои дети куда же я их дену ну как я и бегу потому что мне нужно детей вывезти отсюда с этого ада пропустили и вот когда мы дошли уже до русских войск стало намного вот спокойнее то есть они нас принимали очень хорошо они нас встречали они нас чаем напоили накормили и ребенку там и сладостей и ну и все и пожалуйста и сядьте посидите и отдохните и не переживайте здесь уже все вы вы в безопасности тут по вам никто стрелять не будет как бы и они нам помогли и подвезли нас до автобусов там где автобусы да уже нас отвозили я была просто в шоке ну как бы нам рассказывали одно что вот вы попадете в Россию и у вас там документы заберут и вы там будете рабами и вы никуда выехать не сможете мы на поезде с ребенком ехали машину оставили мужу и такое конечно очень состояние было сентиментальное там муж сел прощаться с сыном и знаете вот на самом деле это прощание было вот как будто навсегда он ему говорил такие слова как учись ну мы же не знали как будет и до сих пор мы не знаем как будет и я вот начала впадать вот в такое состояние как сейчас а потом значит я захожу в поезд и в этом поезде куча женщин девушек ну в основном девушек моего возраста где-то ну в среднем 30 лет и вот я захожу с одним сыном а сколько сидело там двое детей младенцев причем эти женщины которые смотрят в окно в одну точку у них вот просто тупо вот так вот так идут слезы а вот эти вот младенцы они как будто все понимают я впервые видела чтобы дети себя так вели причем всю дорогу мы просто тупо не влезли в поезд народа очень-очень много было и с детьми и мужчины и женщины с детьми и с собаками с животными были с колясками начали бомбить все побежали кто куда кто в метро было очень страшно тогда вечером мы пришли обратно на вокзал по расписанию ничего не было мы пошли сразу сначала на тот поезд который идет к свекрухе то есть с мужем да с мужем он поехал не по Петровску он поехал с нами на вокзале там ночевали потом тоже несколько раз пытались сесть на Львовске с Днепропетровска опять же мы не могли втиснуться были большие толпы люди даже с ребенком не подпускали кто-то с кем-то сцепился потому что мужчины пытались влезть естественно началась заварушка слышно была автоматная очередь стреляла пытался толпу рассеять в общем около двух наверное мы сели все-таки на Львовске нас муж посадил я плакала я не могла успокоиться потому что я знала что я надолго уезжаю что муж остается очень было тяжело уезжать поезде много народу? да в купе было 10 человек и много очень животных даже петухов везли и больших собак везли и маленьких а потом во Львове мы сели в другой поезд и ехали до Пшимаш Пшимаш по-моему называется в польский город там мы 7 часов стояли на границе а потом уже оттуда в Варшаву горы у меня все эти дни не ела только воду пела она даже звука не произнесла вообще даже никто не знал что я собака просто как тряпочка лежала и все мы хотя мне говорили оставляй ее на вокзале в Киеве потому что тебя в поезд не пустят собак а было в начале было такое что оставляли вещи собак привязывали к столбу и уезжали то не берут или ребенка возьмут маленького или собаку у нас была такая возможность поехать на машине у нас были машины заправлены как вы понимали кто из членов семьи поедет муж не поехал он отвез нас во Львов и оттуда мы на автобусе приехали сюда это решение за нас приняло наше государство он поддерживает идею что мужчины должны оставаться в стране которая воюет он остался почему вы поехали в сторону России потому что когда я смотрю ребенку в глаза я хочу видеть детскую радость а не понимание почему мама мы два года с тобой жили и мы гуляли каждый день в парке почему мне нельзя выйти за калитку и где мои игрушки и писать ну а все-таки возраст 2,4 он уже начинает глазами понимать что вокруг происходит а выходить за калитку даже элементарно по гуманитарную помощь и бояться на что-то наступить или что-то не дай бог он увидит когда ты идешь на улицу а у тебя тупо табличка написана труп а он сверху земли лежит его даже не перекапывают на вечернем рынке мы ходили допустим к моей сестре вот квартиру посмотреть в надежде что что-то там есть на лавочке лежит просто-напросто каждый замотан и без головы тоже на лавочке труп нет я про друга спросила почему ты не поехала в сторону Европы мама тоже мне говорила езжайте в Европу там в Польше в Чехию говорю мам там и без нас хватит я говорю понимаю что везде с нами без нас достаточно потому что очень много людей покинуло Украину Мариуполь тем более но как-то опять переживать вот эти вот нервы потом нервничать краснеть думать правильно ли ты что-то сказал или еще что-то я говорю ну нет нет я по-русски где что это а ну приехала бы я сейчас в Польшу ау помогите мне хватать прохожего помогите спасите подскажите ты точно знала что ты хочешь в Россию однозначно однозначно я только сюда ну во-первых у меня здесь и родственники возможно просто если бы на территории Украины там Киев где-то у меня были родственники туда поехала а так просто ну спасалась ехала там где я смогу как-то просто убежать от всего этого кошмара хочу жить так как раньше когда 14-го года чтобы в России не была врагом и можно было ездить в Европу и мы были единой нацией а наблюдая то что мы 8 лет варились ну допустим Донбасс наш 8 лет варился в этом кошмаре и до нас дела не было и наверное если бы не зашли с Киева и не начались боевые действия с других областей то это бы было пределом ну как бы нормой и все бы так и продолжалось еще неизвестно сколько десятков лет я заболела и была в больнице и вдруг приходят и говорят собирайтесь вы поедете такое место хорошее я думаю бог же мой куда же меня хотят отправить вот я так испугалась и я вот так стою у вас есть стенки дрожжу а эти самые сестры которые ну там работают говорят да не бойтесь чего вы так дрожите вы поедете в хорошее место ложитесь бабушка на эти носилки ну я легла и наверное сделали мне укол такой я уже ничего не видела не слышала не думала ничего а потом нашли место вот сейчас где 4 человека я прямо обрадовалась и все у меня муж умер уже ему 90 лет было мы не чувствовали что война вот говорят что 8 лет 8 лет а я не знаю мы на пятом этаже живем все нам видно все слышно я не не видела войны есть ли у вас чувство неловкости перед теми кто остался а вы уехали перед мужчинами есть потому что они остались потому что я уехала сложно согласовать приоритеты иногда то что мне кажется чем-то важным ничтожную значимость имеет для моего мужа который в Украине я не могу посоветоваться с мужем например я приехала сюда в зимней одежде и покупала себе кроссовки я хотела спасать но это бред у него может сейчас прийти уведомление воздушной тревоги а я тут ему фотки кроссовок шлют в такие моменты неловко синдром выжившего когда ты уехал в комфорте а там все остались чувство вины чувство вины да я все время которая здесь ни одной истории не сняла в инстаграме мне не стыдно что ли хотя я не знаю я вроде никому ничего не должна да я сделала все чтобы создать безопасность себе ребенку я работаю я продолжаю уплачивать налоги Украине но вот снять какую-то историю что-то опубликовать у меня рука не поднимается если я буду плохое говорить это тоже можно сказать что это такое почему-то оно так ополнение я просто о тех которые сегодня были а были это в основном наши донецкие мариупольские вот только приехали ни на обед ни на завтрак ничего стояли там ну планируем завтра уехать хотя говорят что можно 3 дня нам понравилось здесь неплохо чтобы остаться совсем а куда уедете домой у нас же там квартиры там же не будет война стреляли есть если попадет то шутка это на удачу если попадет вот это вот в который они пускают говорят нам да уезжайте 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 я еще не планировала страшновато страшновато оставаться не знаю не знаю сольемся мы из этого места или нет мы когда сюда приехали вообще для нас было очень дико то что летают самолеты летит самолет ага это значит нужно прятаться все отекаем прячемся от самолета потому что очень очень много видели как бы и сколько сбрасывали и люди умирали и тяжело было очень салюты ну когда первый прозвучал я упал на землю как уже отработанный вариант как-то так машинально тело само а ДНР которые они тут давно уже с 15 февраля они говорят тоже поначалу пугались первые пару дней потом тоже привыкли хабаровск ждет вас это что такое а это везде получается и в интернете по группам «Колесо добра» волонтеры у них телеграм-канал и у них там и в восток северо-восток и сакрами было «Калуга» «Калуга» или вот ну вот так вот ну вот в Хабаровск вам дом дали это тут две комнаты и с другой стороны тоже там живут ну нормально сейчас уже водичку дали сейчас лучше а тут такие перебои с водой были теперь надо как-то дедушку с дочкой сделать гражданами России у нас там проблема но ничего всему свое время я понимаю мы никому не нужны мы беженцы но здесь хотя бы отношение другое здесь не говорят что ты ту землю спона ехал да мы барахтаемся в собственном соку то есть мы ищем работу нам тяжело извините начинать с нуля когда тебе 18 лет или когда тебе 50 лет есть разница ну вот я сталкиваюсь уже здесь вот с вот этим вот именно барьером мы лежали в больнице с малышом вот буквально вчера выписались и было три смены медсестер и вот одна из них причем разговляя на украинской мове на работе тупо ненавидит Украину я стою заряжаю телефон она знает что я стою сзади нее и она сидит вот с коллегами разговаривает и такая так я бы тоже хотела сейчас типа статус беженца дайте мне типа денег дайте мне жилье я не выдержала говорю ты больная да я сейчас кошелек открою тебе дам говорю 10 тысяч но при этом говорю я заберу у тебя связь с родными я заберу у тебя дом я заберу у тебя работу и просто дам тебе 10 тысяч и бумажку переселенец ты будешь счастлива ночью приехали к знакомой переночевали и пошли сюда в дом культуры у них тоже как ПВР и тут нам попадается Танюшка наша это волонтер вот мы у нее сейчас дома живем вот она сама крупненькая и душа у нее такая же как она я даже не могу понять что я беженец мне иногда кажется что я путешествую а иногда кажется что я не понимаю кто я что я как это называется как-то мы ехали что-то читали какие-то новости там что дети войны мамы войны семьи войны и я понимаю что боже мой это же о нас как это для меня это дети войны были это что-то такое всегда из детства там бабушка в Германии три года была да моя и это что-то было страшное такое то ты понимаешь что тебя так называют сейчас что у тебя какой-то статус появился новый мама войны у меня дети мои они дети войны семьи войны у меня муж в Украине я не могу его увидеть он не может нас увидеть я помню когда мы пришли в Тернополь каритас нас привезли говорят вы можете взять там одежду там памперсы что нужно детям а я стою думаю мне ничего не нужно в принципе-то у меня-то все есть а потом я стою и говорю а у меня ничего нет я начинал выбирать да я не пальто говорю вот можно вот тепленькое чтобы если вдруг бомба в убежище потом я стою думаю боже что я выбираю как я выбираю ребенку одежду мы же только платье выбирали заказывали какие-то куклы а сейчас я понимаю что вот в этом тепло будет бомба в убежище или придется где-то на улице остаться при том что мы на машине мы не можем много вещей взять с собой потому что нам возить нужно это все за собой как это можно выбрать я не понимаю чему их учить немецкому английскому как режим дня вроде хорошо комфортно все но ты постоянно сталкиваешься с какими-то трудностями на это очень много требуется сил психических то есть ты еще там не отошел от этого всего плюс эти новости всегда с родиной они же тоже тебя выбивают моментально эмоционально когда Даяна на день рождения говорю Даяшенька что ты хочешь чтобы загадай желание и она говорит ты хочешь чтобы ожили собаки и война закончилась и мне страшно и у меня сейчас такое ощущение что я не управляю своей жизнью я сейчас как будто бы просто жду и не могу планировать где я в какой стране я буду жить кем я буду работать рожать ли мне второго ребенка я не могу планировать то что я обычно планирую это очень обезоруживает как вы ребенку объясняете что происходит я сейчас с вами откровенная и когда я откровенная это тяжело это сложно многоуровневые эмоции я не говорю так с ребенком как я говорю с вами но он знает он знает что такое война и из раскаливаемой бабушки и из наших поездок он знает что происходило в 14-м году что такое революция гидности он знает что Россия напала на Украину и все вопрос кто виноват он не задается он собирается домой домой ждет моменты когда можно будет вернуться вы говорите что у вас огород был дача и вот сейчас оставленная душа болит непосаженная а под зиму посадили и чеснок и цыбульку и у нас ну некому поехать родни много у меня там а поехать некому все мужчины воюют ты планируешь вернуться в Мариуполь? а некуда возвращаться куда возвращаться ну что там сейчас поехать завалы разбирать и в Мариуполе очень много трупов которые еще находятся под завалами которые захоронены прям под своими окнами да там в парках под деревом где-то под окнами да многоэтажек ну и я просто морально не смогу это вынести чтобы в Мариуполь зайти это мне нужно сделать пропуск нужна бумажка фильтрации да которой у меня нет мы не знаем куда нам податься куда идти что делать какие документы надо оформлять вообще куда нам устраиваться на работу где нам дальше жить дыша рвется на части хочется домой а домой некуда а что делать дальше мы не знаем некуда возвращаться хотя друзья зовут обратно там охранять руководство но я уже не поеду во-первых просто не хочу это видеть просто когда видишь по телевизору это одно а когда вживую и все это все другое они сами еще не видели вживую они еще не приехали они в Москве находятся их туда отправили охранять мэра новоиспеченного человека других людей но опять же они все видели только по видео они вживую ничего не видели они не видели трупов на дороге воронки обожженные дома они видели только по телевизору они не видели их вживую когда увидят они передумают я шучу конечно что ты смеешься ничего я говорю тренер тренером а вот профессию учителя до его тоже не надо так-то никто же не мешает может найти надо нет поскольку я работаю как бы учителя а такое ощущение что с тренером нет тренер это идет как хобби я же изначально тренировал я в школу пошел вынужденно потому что закрыли спортивную школу у тебя как висит из рук и ты как так на гиев на гиев на джепе ездил а я на маршрутке можно всегда постричься не надо а дочка где ну а дочка на работе чуть-чуть помогает там подрабатывает неофициально потому что мы все пенсионеры а работать некому а мужи когда вот это все началось вот так вот как-то и разошлись их пути он сказал я украинец а у вас Россия хотя его отец живет здесь по-моему даже в Ростовской области или в Краснодарском крае война сломала жизни дочки она осталась одна война сломала жизнь сына он остался один еще инвалид сломала жизнь детям есть кто-то кого вы в этом вините я сначала винила и просто украинский народ но теперь понимаю просто слепые зомбированные слепые конечно правительство украинское да что дальше даже не знаю я жду пока закончится война я хочу вернуться домой а я к папе хочу я я сказала я ненавижу я ненавижу тех людей которые убивают и насилуют этих людей я ненавижу это нельзя это непростительно вот именно конкретно этих людей которые это делают надо найти и извините меня кастрировать за выражением что будет дальше но естественно Россия поможет и война это закончится потому что без России никак не справиться все будет хорошо народ у нас трудолюбивый все восстановим мы очень очень ждали вот этой помощи радовались когда нас признали Россия что мы стали признанными мы тут тоже и плакали чуть-чуть вот и праздник себе устроили это долгожданное было событие и благодарности российскому народу мне кажется не будет границ сейчас какая главная у тебя эмоция горе мы теряем близких мы столько всего не успели сделать сказать такого никому не пожелаешь не хочется этой войны этой боли оно не уйдет то что останется навсегда это то с чем придется жить вот я говорю Саша мы вернемся домой она говорит мы же на дачу не поедем она боится туда возвращаться чего сейчас у вас больше ненависти или горе у меня нет ненависти я никому не желаю чтобы люди такое переживали это никому не надо тебе много ненависти поначалу вот я же после ранения это кипело конкретно кипело долго особенно когда пришли к нам вот эти гости это вообще реально мне хотелось сказать ребят забери сейчас у вас автоматы я взяла бы кухонную скалку да вот бежали по меня и забор бы зацепили пятками а так все же хорошие с автоматами злость есть и ненависть есть что будет дальше дальше ну мое мнение такое что до Днепра включая Одесскую область Россия возьмет под контроль а все остальное все западные области заберет себя Польша Румыния Венгрия ну останется от Украины там Хмельницкая область может Житомирская частично может Венецкая и то если останется а с вами что будет дальше с нами ну мы пока оформляем временное убежище что другого варианта нет надо пока пересидеть посмотреть что будет дальше что будет с Мариуполем уже ничего не вернешь уже нужно все с чистого листа начинать ужас ну выбора нет сейчас если расклеится будет еще хуже просто напросто нужно все просто воспринимать вот есть чистый лист нужно заново все писать все другого не получится а что будет дальше я не знаю надеюсь что будет все таки Украина и мы вернемся домой если будет Россия я не вернусь никогда я не могу жить среди людей которые пришли разбили мой дом убили сколько людей особенно детей я не могу с такими людьми жить даже при том при всем если это будет Украина и мне возвращаться некуда и некому я все равно постараюсь туда вернуться пусть не через год пусть не через пять ну если доживу конечно а если это будет другая республика или Россия это будет то там однозначно даже завтра мне там делать не чего спасибо освободителям освободили ненависти много внутри тебя я вообще не человек ненависти во мне много боли обиды и такое ощущение что уже все внутри порвалось и разорвалось а потом ты смотришь и тебе еще больнее это можно простить простить то все можно простить то можно все вопрос что мы извлечем из этого вопрос ни за что для чего уже не можно поменять соседей мне кажется это важно я до сих пор себя прихожу я не чувствую да здесь красиво спокойно но если честно на боли в белом песке на белом песке буду лежать и мне будет спокойно я буду думать о том что там и вернется ли это и как долго это будет продолжаться все имеется в начало и конец война заканчивается или поражением или победой я верю что Украина победит я даже понятия не имела что у нас такой народ как-то седаевы или украинцы мы их отоскрают то есть они живут сами по себе их ничего не волнует то что за забором а здесь оказалось все по-другому я думаю что мы победим я не хочу чтобы они испытали то что испытали мы не хочу все равно чтобы они с этим столкнулись я хочу чтобы они поняли признали свою ошибку вы хотите вернуться здесь такое двоякое чувство вроде бы хочется и в то же время хочется здесь остаться но это так сложно это нужно жилье нужна работа хотя дети вот уже в школу ходят третий месяц сыну здесь инвалидность оформили он получает пенсию здесь российскую ближайшее время мы не собираемся назад это это точно просто хочется жить мы выжили мы обязаны жить то есть не просто существовать физически мы должны ощущать мы должны чувствовать планировать любить расстраиваться плакать смеяться мы должны жить и мы должны детей растить и я хочу очень вернуться домой очень хочу вернуться домой нас с корнем вырвали как растение оно может прижиться в любой земле наверное в любой горшочек посади но есть какая-то для него родина какая-то климатическая зона в которой он рос не было хорошо и это же подпитывало его очень сильно когда ты просто выходишь как у меня было в доме я могла выйти на улицу вечером допустим не знаю просто застыть смотреть на небо и понимать что это такое желание жить тебе хочется плакать от счастья от того что ты живешь что ты есть нет вот этого нет источника этого как зарядки нет я так понимаю что родина я не понимала раньше что такое родина когда ты хочешь вернуться домой и целовать землю свою я даже готова приехать у меня муж строитель будешь меня учить ну как бы строить заново отстраивать дома у вас есть какая-то вещь которую вы собираетесь сделать совершенно точно когда вернетесь домой да я буду строить меня в этом смысле вдохновляет Польша мы были в Варшаве здесь в Большом Кафедральном соборе Святой Ольге и он полностью восстановлен он очень неровный там есть сколы они специально их сохранили все остальное восстанавливано как вы думаете вы вернетесь в Бучу конечно вернусь дом целый квартиры все вскрыты конечно я вернусь когда можно будет а потом не знаю смогу я там жить не смогу не знаю что ты будешь делать дальше ну жить дальше не выживать а именно жить и будем стараться все для этого делать у нас он маленький стимул получится бегать только еще получится где наша не пропадала емое я высомоляю руки ноги есть все на месте работу везде можно найти и официально и неофициально даже хотя бы какую-то подработку я не думаю что это проблема сейчас полностью изменились ценности во всех смыслах даже в том насколько вот оказалось нам не то что мало нужно но чем мы можем обойтись и что помогает что где бы ты ни оказался легче всего пережить ситуацию когда ты начинаешь помогать кому-то другому кто рядом есть чем угодно словом если это ребенок поиграй с ним если это животное погладь его если это старик спроси как он жил люди старые любят когда их спрашивают о молодости они сразу улыбаются если это сад ухаживать за деревьями даже в этой комнате можно что-то сделать постельно покрай это как выжить война это страшно очень мне кажется что у нас не война нет это что-то светлое с чем-то темным это даже не страна со страной это зло с добро это если без политики это то что вот ощущается потому что с кем нас в селе воевали не было ни одного украинского согната плачете много сейчас периодически ну так что ребенок не видел периодически да она бывает нахлынет посижу поплачу успокоюсь успокоюсь я держу себя в руках у меня подруга моя кума она здесь тоже находится в Польше я не знаю города у меня геолокация есть у нее моя геолокация есть мы так по телефону общаемся созваниваемся но пока еще не встретились у нее муж из города изюм и она ничего не знает неизвестно ничего про папу Богдана это мой крестник я отвлекаюсь там смотрю какой-то фильм или там откушать приготовить там поубирать там когда я не думаю просто отключаю мозги не думаю об этом всем потому что у меня там родители у меня там муж я очень переживаю постоянно с ними созваниваюсь хватит говорить о этом хватит о этом говорить а что нам говорить естественно я свяжу о добре вот потеряла где-то и хожу ищу не знаю что наболочку и я так расстроилась и вот пошла тут у вас стирка где пошла девочка а они мы не знаем где ваша это наболочка на подушку да что она нет перерыла все нет наболочки и вот иду и что сказать вот потеряла где-то и хожу ищу не знаю вот б не знаю это ищи бег ищи 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 könnten Субтитры создавал DimaTorzok